Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно, что вы сегодня с нами. Сегодня совершенно удивительный разговор о, наверное, глубинной сути египетской цивилизации. И традиционно моя просьба выключить ваши мобильные телефоны или перевести их в режим полета. Мы сейчас можем улететь только виртуально, но тем не менее я прошу вас это сделать. В 1903 году выдающийся французский археолог Жорж Легрен, как всегда, работал в Карнаке. Этот человек на протяжении нескольких десятилетий спасал и Пятый суд, совершеннейший из мест, как называли древние египтяне, свой национальный храм, великий храм бога Амонара, храм-историю, в которую каждый египетский царь вносил какую-то свою лепту, будь то пилоны, колонны, дворы, колоссы, либо какие-то другие памятники. Работая перед седьмым пилоном храма бога Амона, рядом с великолепными царскими статуями и стенами, покрытыми рельефами, он, углубляясь все ниже и ниже для того, чтобы укрепить фундаменты храма, находит знаменитый карнакский тайник. 800 каменных статуй и 17 тысяч статуй из бронзы, дерева и других материалов, которые, несмотря на достаточно влажный грунт храма, рядом находилось священное озеро, превосходно сохранились и сразу же невероятно пополнили собрание Египетского музея в Каире. Среди этих статуй был тот образ, который вы видите сейчас на кадре, один из ранних памятников карнака, который изображал вам известно прекрасно царя Тутанхамона. Великолепный юный образ, такой практически пронзительный взгляд, несмотря на то, что статуя выполнена из камня, это серый гранит, сжатые при этом пухлые губы, царский головной платок Немис на нем, и, несмотря на повреждения на лбу царя, все еще угадывается Ория, великая священная змея, которая была на протяжении тысячелетий в Египте, символом царской власти. Всю египетскую историю можно как на одну ось нанизать на понятие царя, на понятие царской власти. Царь был тем человеком, или тем богом, который соединял мир земной и мир небесный. Царь был тем человеком, или богом, я не даром себя повторяю и поправляю, с первым днем правления которого для Египта начиналась новая эпоха. Древние египтяне не знали, протяженного ли это исчисление, и когда на престол сходил царь, то начинался первый день правления нового царя. Новое рождение вселенной, новый мир, новая история. Божественное и человеческое в царе Египта переплеталось, потому что на протяжении всей своей истории египтяне считали своего правителя тем, в ком и человеческое, и божественное, и многие другие аспекты соединены вместе. Наконец, важно подчеркнуть еще и то, что, вглядываясь в лики царей Египта, мы с вами зачастую, благодаря колоссальному количеству источников, которые дошли до нашего времени, этой египетской цивилизации, можем узнать больше, чем мы можем узнать о любом другом правителе другой страны древности. Потому что благодаря египетским текстам, благодаря сухому климату, который сохраняет все, включая парики, папирусы и ткани, мы с вами зачастую забываем, что мы вглядываемся в 15-й, 14-й, а порой в 28-й века до новой эры и обсуждаем личную жизнь царей, события их жизни и то, что их окружало. В эпоху эллинизма, когда после завоевания Александра Македонским Египта в Египте воцарилась новая династия Птолемеев, по приказу первого из них, Птолемея Сотера, египетский жрец Мернедж-Хути, возлюбленный богом Тотом, как переводится это имя, по царскому приказу, как вы уже поняли, принялся составлять историю Египта, историю своей страны. В античной традиции мы знаем имя этого человека как Манифон. Именно он впервые разделил историю Египта на 30 династий или на 30 царских домов. Это были великие эпохи, процветание, древнее, среднее, новое царство. Это были кровавые и тяжелые периоды между царствами, как мы их называем, часто переходные периоды. Но так или иначе, восходя вот к той самой традиции, которую когда-то заложил Манифон, полный труд которого, кстати, к сожалению, не сохранился, мы знаем цитаты из этой работы по более поздним античным источникам, мы можем историю древнего Египта, несмотря на вот эти невероятные не умещающиеся в человеческом сознании тысячелетий, нанизать на эти правления и узнать историю этой великой страны в столь отдаленные времена подробнее, чем мы можем говорить о многих других культурах. Более того, из-за того, что древний египетский писец, он был человеком чрезвычайно педантичным, благодаря многочисленности сохранившихся текстов, благодаря объему дошедших до нашего времени памятников материальной культуры, египетская история, несмотря на все ее лакуны, столь стройна и столь известна нам как в плане преемственности царской власти, так и в плане датировок, несмотря на то, что, конечно, с новыми находками все это уточняется, что на основе египетской истории выстраивались, уточнялись лакуны в событиях многих других стран Древнего Ближнего Востока. И традиционно найденный в археологическом слое какого-нибудь города в Малой Азии египетский памятник с именем египетского царя он дает возможность нам датировать историю других культур. Образ фараона уникален, и более того, ни для одной другой культуры Древнего мира мы не имеем специального названия титула правителя. Слово «фараон» происходит из библейского, текста, восходит он к титулу «Пейраа» – «Великий дом» или «Дворец», как часто называли царя. И вместе с дворцом, вглядываясь в эти лики, мы видим не только великолепие и не только подробные, удивительные, интереснейшие истории, но и, конечно, грандиозность и незабленность, которые с древности были обязательными составляющими египетской царской власти. Вот этот колосс, который сегодня, как и прежде, сидит перед грандиозной колоннадой храма бога Омона в Луксоре, это одно из великолепных изображений Рамсеса Великого, это XIII век до новой эры. Египтяне обожествляли колосс, считали их живыми существами, каждый из них, мы поговорим сегодня об этом подробнее, имел свое имя. Раин Хикао – «Солнцевластители», так называется эта царская статуя. И дальше, заглядывая в египетскую историю, мы с вами увидим огромное количество изображений, портретов или более стилизованных изображений царей, но так или иначе, плеяда великих властителей действительно грандиозна. Отойдем в более древние времена. Это одна из первых трехмерных статуй египетского правителя. Этого царя звали Нечи, Рихет, божественной плотью. В дальнейшую традицию он получил и Питер Джоссер, священный, именно для него великий зодчий Махатеп в начале 27 века до новой эры построит первую египетскую ступенчатую пирамиду в некрополе Саккара в 30 километрах к югу от современного Каира. Он запелен в специальное праздничное одеяние, у него ритуальная оборотка. Поверх массивного трехчастного парика мы впервые здесь встречаем одетый головной платок, тот самый Немис или Клафт, который вы все так хорошо знаете по маске Тутанхамона. Статуя была богато расписана, глаза были когда-то инкрустированы. Но вот перед нами, сейчас смотрите, перед нами 27 век до новой эры, 14 век до новой эры, 13 век до новой эры. Но если мы попытаемся с вами на одно мгновение почувствовать вот эту панораму времени, в которую мы с вами вглядываемся благодаря царским лицам, то я покажу, наверное, две справедливые крайние точки. Справа перед вами собрание британского музея с биркой слоновой кости, которая была найдена в гробнице, в эпидорской гробнице царя Дена, царя первой династии, это 29 век до новой эры. Более того, Ден был первым царем, который получил титул, царь Верхнего и Нижнего Египта. То есть, несмотря на то, что и до него были правители, но они все-таки еще боролись за единство египетской земли, а здесь уже был явно первый правитель именно всей страны. Он в традиционной позе царя побивает булавой плененного врага, рядом с ним выписанное его имя. И вот здесь есть поразительная черта египетской царской власти. Да, конечно же, наполнение, символизм и идеологема царской власти менялись на протяжении тысяч лет в зависимости от разных обстоятельств, начиная от личности царя, завершая, понятно, тем, в какую эпоху в этот момент находился Египет. Но определенные базовые понятия, точно так же, как базовые элементы иконографии царской власти, останутся такими же. Вот здесь Ден будет побивать врага, поднимая булаву. И так каждый царь на протяжении нескольких тысяч лет будет изображаться триумфальным защитником своей страны. Слева портрет последнего царя египтянина. Это Никтанеп II. Это IV век до Новой эры. Вот это действительно совершенно фантастическая история, потому что такое количество тысячелетий, которые наполнены событиями, историями, прежде всего, лицами, лицами правителей, ну, наверное, ни одна другая страна древнего Ближнего Востока позволить себе не может. Естественно, египтяне, которые очень педантично относились к окружающему миру, к своей собственной истории, они оставили после себя то, что мы называем царскими списками. Перед вами стена храма Сати I в Абедосе. Это знаменитый Абедосский царский список. Крайняя левая фигура это сам царь Сати I. Он поднимает правую руку вот в этом жесте характерном, которое означает высказывание, то есть он читает то, что перед ним. Перед ним стоит его маленький сын, будущий Рамсес Великий. Он открывает в руках свиток папируса. Дальше этот свиток папируса словно бы развернут по стене, и вы видите несколько десятков имен правителей. В зеленую рамку обрамлено имя первого из них. Мени написано в этом овале, как мы его часто называем в гиптологии картуши, традиционный овал, в котором в египетском письме обрамляли имя царя. Не просто овал, это удлиненный знак шен, знак бесконечности, знак орбиты, по которой движется по вселенной солнечный диск. Здесь все наполнено магизмом, ритуалом и священными символами. И поэтому даже просто эта рамка для царского имени, она содержит в себе пожелание благополучия, бессмертное и вечного времени для имени. Имени должно было существовать в бесконечности. Египетская традиция имени Мени или Менесу, как его называли греки, приписывала основание единого египетского престола. Именно от него, согласно и этим более древним текстам и трудам Манифона, начинается египетская история. Не только Абедовский царский список, есть подобные списки в других храмах. В свое время французы из храма Богомона в Карнаке вывезли целую камеру предков, на стенах которых, которые имена предыдущих царей были выписаны в правление царя Атутмоса III в XV веке до новой эры. Сегодня камеру предков можно увидеть в одном из залов парижского Лувра. Когда мы с вами сможем это сделать, можно обязательно это посмотреть. А есть в Турине хранящийся великий Туринский царский канон, это папирусные свитки, где тоже за годами правления вот такая хроника летопись египетских правлений существует. Ну и, наконец, самая древняя египетская летопись это Палермский камень, он хранится на Сицилии в Палерму, и там сохранена хроника не просто имен, но и важных событий древнейших царей египетской земли. Глядя на тексты, не стоит забывать и о других великолепных памятниках, которые порой как нельзя лучше отражают египетскую концепцию о времени. Я очень люблю этот памятник, он предельно редкий, вы мало где его увидите, хранится он в музее Средиземноморской археологии в Марселе. Там великолепная египетская коллекция, которая когда-то принадлежала к Лотбею, французскому врачу, который работал при дворе великого хидива Мухаммеда Али. Перед вами статуя Осириса, которая сидит на постаменте, перед этой статуей калене своей преклонили молящиеся. Это супруги, муж и жена, его звали Амин Вахсу, ее хинуты джибу, они были жрецом и жрецом из-за упокойного культа царя Тети. Давайте опять вспомним даты. Памятник выполнен приблизительно при Тутанхамоне, то есть в 14 веке до новой эры. Царь Тети правил в 24 веке до новой эры. Жрецов и объект их культа разделяет тысячелетия. И помимо того, что здесь фигура Осириса была, вот он поврежденный, помимо того, что на престоле Осириса изображена фигура богини Маат, богини истины, миропорядка, небесного закона, по которому в том числе существует и земля, здесь есть еще и одно уникальное изображение. На боковой стенке постамента вот здесь сама жрица поклоняется духу царя Тети, который выходит в свои собственные пирамиды, поскольку, естественно, храм был припирамидный, в Саккаре пирамида Тети прекрасно сохранилась. Вот здесь на секундочку задумайтесь о том, что культ одного царя и, да простите меня, царь Тети, мало значительного, существовал тысячу лет. И это непредельная цифра. Перед вами Снофру. Вы все знаете его отца Хуфу, великого Хеопса. Снофру за время своего правления он строит три пирамиды, пока, наконец, его главным памятником не становится так называемая Красная пирамида в Дахшуре, которую вы сейчас видите в верхнем углу этого кадра. Снофру был очень успешным царем. Именно при нем на рубеже 27 и 26 веков до новой эры к Египту навсегда был присоединен Синайский полуостров. Именно с этого времени Синай стал египетским. Для Египта это имело очень большую значимость, потому что на Синае добывалась медь, главный металл, который потом становился основой разнообразных медных сплавов и бронзы. Там же добывался малахит, там же добывалась великая мефкат, великая священная бирюза, посвященная богине-матери. Он был успешный завоеватель, успешный строитель. Если собрать в Великой пирамиде Гизы, при нем строились великолепные корабли, о чем мы знаем из хроник Палербского камня. Успешный царь, благополучный царь. И более того, царь, который открывает в нашей истории, восходящей к памяти самих древних египтян, традицию о благих царях. То есть есть просто цари, а есть благие цари, которые соответствуют каноническому представлению о том самом правителе, который мы условно называем словом фараон. Так вот, культ Снофру начался еще при его жизни, вот этот фрагмент его заупокойной стелы, который стоял в одном из припирамидных храмов, ныне это египетский музей в Каире, а последние известные нам жрецы Снофру это 2 век до новой эры. 25 веков, 2500 лет культа одного и того же царя, который после своей смерти во всех исторических египетских источниках почитался как благой идеальный правитель египетской земли. Когда рождался в семье сын-наследник, как и в любой другой семье, не только в царской, это было счастье, это была радость, тем более, что зачастую в египетском царском доме проблема возникала, когда приходилось передавать власть через старшую принцессу, когда сын-мальчик не получался. Перед вами великолепный памятник из собрания Бруклинского музея в Нью-Йорке, это 23 век до новой эры, это великая царица Анхне Смириро II, которая держит на своих коленях своего великолепного сына Пеппи. Пеппи II, который был царем-долгожителем. Я на секундочку сделаю паузу и вспомню, что египтяне жили много меньше, чем мы. Заболевания, всякие житейские проблемы, ну и другие все моменты, которые приводили к тому, что в общем-то в 40 лет человек был уже достаточно правления царей, которые потрясают. И вот Пеппи II стал самым известным долгожителем всего Древнего мира. Дело в том, что он первые годы правил, как вы сейчас поймете, под управлением регенства царицы-матери. Его первый год соответствовал первому году рождения. Есть 98-й год правления Пеппи II. Это самый главный долгожитель. Это беспрецедентная цифра для Древнего мира. На втором месте Рамсес Великий, у которого 67-й год правления. И вы представляете, учитывая краткость жизни египтянина, проходило несколько поколений людей, для которых действительно царь был богом, потому что он был всегда, он был до них, он правил после них. И вот эта невероятная преемственность власти в лице одного человека, она совершенно невероятно сказывалась на том, что это было не сопоставимо с реальным сроком продолжительности жизни одного человека. Ребенка, конечно же, ждали, и с момента рождения вот эта персона, персона священной априори, она проходила через ряд ритуалов, главным из которых, конечно, была коронация, которые все больше и больше усиливали присутствие священного внутри реального тела земного младенца. Перед вами замечательный папирус Весткар из собрания Берлинского музея. Я думаю, что многие эти тексты хорошо помнят, это сказки, о которых царю Ахуфу рассказывают его сыновья. Не погружаясь в подробности этого текста, на то есть лекция сказки, которая выложена в интернет, я напомню только один элемент этой истории, что царю Ахуфу рассказывают о том, что священная власть должна происходить от солнечного бога, и что скоро его династия закончится, и начнется правление новых солнечных царей. И рассказывается удивительно красивая легенда о том, что где-то в городе Сахебу есть жрец Ра, какой-то маленький провинциальный городок, и вот у него есть жена благочинная Реджидзет, и бог Ра выбирает ее в качестве своей земной супруги. Она, естественно, не в курсе о своем предназначении, и Ра отправляет верховных богов для того, чтобы они под видом музыкантов и акробатов, которые собирались выступить на соседней ярмарке, приняли у нее божественные роды. Один из этих дней наступил. У Редедедед начались схватки, роды ее были тяжелыми, и величество Ра, великий господин Сахебу, сказал, Исиди, Исиди, Месхенет, Хикет и Хнуму. Отправляйтесь-ка и помогите Редедед разрешиться от бремени тремя младенцами, которые у нее в очреве, которые будут выполнять эту благодетельную обязанность во всей этой стране. Они воздвигнут вам храмы, они наполнят пищей ваши алтари, они принесут изобилие вашим столам для возлияния, они умножат ваши жертвоприношения. Эти боги отправились после того, как они превратились в танцовщиц и с ними Хнум, несший поклажу. Они прошли кредитед и заперлись с ней в комнате, и Исида поместилась перед нею, нефтида позади нее, и Хикет ускоряла роды, и сказала тогда Исида, не будь сильным в очреве ее из-за того, что имя твое УСРФ, и младенец этот выскользнул к ней на руки, младенец в один локоть с крепкими локтями, его члены в золоте, его головной платок из настоящего лазурита, и они омыли его после того, как была отрезана его пуповина, и он был положен на сооружение из кирпичей, и Месхенет приблизилась к нему и сказала, вот царь, который будет править во всей этой стране, и Хнума дарил здоровьем его тело. Так, естественно, с каждым из трех младенцев, за которыми стояли на самом деле вполне реальные персоны царей пятой династии, с каждого, каждого из младенцев рассказывается вот такая история. Здесь идет игра слов, не будь сильным в чреве ее из-за того, что имя твое усер-реф, потому что в имя входит термин усер-сильный, то есть здесь идет игра слов, которая подразумевает, что богиня знает тайное имя царя. Имя царя вообще для египетской культуры будет эпизодом очень важным, мы об этом сегодня достаточно много поговорим, но с самого начала вот отсюда с папируса весткар мы должны с вами представлять, что египтяне очень разными способами, литературными, храмовыми, магическими, какими хотите, они показывали священную природу власти, то есть власть происходит от солнечного бога, солнечный бог, в свою очередь, является зримой формой и частицей того, что они называли неберджер, владыка всего до пределов, то есть прибечного бога-творца, а самого царя они порой почитали как малое солнце, и этот титул тоже время от времени входил в царскую титулатуру. О том, что царь это малое солнце, можно сказать напрямую текстом, а можно эту идею передать через искусство. Великолепный памятник стелес-изображение в рамсе со второго младенчества и собрание Лувра. Давайте на нее посмотрим. Сидит маленький мальчик, в знак того, что он совсем юн, то есть ему еще нет пяти лет, у него бритая голова и сбоку вот этот огромный локон, такой специфически заплетенный. Это локон юности. Такой локон мальчики носили египетские в детстве. Второй жест, который показывает, что это младенец, это пальчик, которым он касается своих губ. Это тоже обязательный показатель младенчества в древнем Египте. На самом деле, здесь уже выписана титула Тура царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель, тронное имя царя, усерматор Сетепенра, которому дана жизнь, подобно Ра, в вечности и бесконечности. Вот весь вот этот текст, который здесь написан. О тронных, нетронных личных именах я скажу чуть позже. Здесь меня интересует другое. Посмотрите на форму подушки, на которой сидит младенец Рамсес. Это два холма горизонта. Это иероглиф Ахет, горизонт. И царь, сидя в горизонте, он и есть то самое солнце, тот самый божественный солнечный младенец, который из того мира рождается в эту вселенную на рассвете нового дня. Все, что связано с царским младенчеством, это, естественно, важная часть существования царского дома. В царском доме был специальный человек, которого звали Итмена, отец-кормилец. Под его началом служили великие мены от всех регистров и разрядов. Вот эти мамки-кормилицы, повитухи. Вы можете себе представить, восточный дворец, и вот женскую половину. При этом отец-кормилец, глава всего этого учреждения, мужчина, который управляет совершенно, порой невероятным количеством дам. Помимо вот этих первых кормилец, которые, естественно, начинали воспитывать младенца вместе с царицей, которая его родила, с одной из цариц, понятно, что у царя чаще всего было несколько жен, во главе которых стояла великая супруга царская, над которой по статусу находилась мутнесса, великая мать царская. Мать возглавляла царский женский дом, а не великая супруга. Естественно, помимо вот их всех, здесь еще получали очень большое довольствие, процветали люди, которые были связаны с царским образованием, потому что с детства царя обучали. Должность царского учителя при дворе, это очень почетная должность, это очень высокопоставленная вельможа. Перед вами прорисовка, подлинный рельеф сохранился достаточно плохо. Из гробницы человека, которого звали Хекаэрный Хех, и он был личным воспитателем царя Тутмоса IV в XV веке до Новой эры. Причем здесь есть в этом изображении одна очень интересная подробность. Но давайте внимательно посмотрим. Сам Хекаэрный Хех, он сидит на таком роскошном престоле, на его коленях сидит Тутмос IV, который показан как младенец по росту, но который при этом обладает всеми инстигниями взрослого человека. Над ним выписано его имя, у него скипетры царские и символ вечной жизни в руках. Более того, самое забавное, что, видимо, вот это изображение, оно делалось уже в последние годы жизни Хекаэрный Хеха, который был успешным учителем, который успешно воспитал царя, потому что следующая маленькая фигурка, сын царский от плоти его, это будущий Аминхотеп III. То есть на самом деле здесь Тутмос IV изображен собственным сыном. Он уже совершенно взрослый человек, он фараон, но по отношению к учителю, обратите внимание, традиционная для египетского канона, традиционная пропорция соотношения размера фигур. То есть если Хекаэрный Хех встанет, и Тутмос IV тоже встанет, он будет меньше ростом своего учителя. Дополнительный момент, который показывает, что это великий царь, специальная подставка, на которой покоятся ноги, от Тутмоса IV, на котором стилизованы, изображены плененные правители и чужих земель, которыми повелевает этот царь. У нас достаточно много есть гробниц, кормилец, кормильцев, царских учителей, и не обязательно гробницы, но и скульптурные изображения. То есть должность эта была очень и очень почитаема. Но тем не менее, здесь с самого начала история начинает с одинаковым вниманием относиться как к рождению реального земного ребенка, так и к проработке, идеологической проработке, священного статуса, который он должен обрести. Первый раз об этом легенда египетская сказала в папирусе Весткар, который я вам читал. Здесь, в этой комнате Луксорского храма, история получила дальнейшее свое развитие. Основная часть Луксорского храма была построена зодчим Аминхотепом Сенамхапу в XIV веке до новой эры для Аминхотепа III, знаменитого египетского фараона Солнца, эпоха правления которого стала одной из самых блистательных в истории древнего Египта. И вот отдельное боковое помещение храма, вот такая комната, которая архитектурно ничего из себя не представляет. Она была вся покрыта рельефами и называлась она Пермес или Дом Рождения. На стенах этого помещения рассказывалась история о Теогайме, о божественном браке, в результате которого на свет родился царь Аминхотеп. Вот так выглядит сам божественный брак. Это ложа в виде знака неба. На знаке неба справа изображен Амон-Ра, великий владыка Вселенной, бог Солнца. Рядом с ним его избранница, египетская царица. Две богини, слева селкет, справа нейт, поддерживают их стопы. На самом деле здесь полная гармония, и это на самом деле любовный союз. Это то самое начало, которое очень аккуратно показывает египетский храм рельеф, с которого начинается история. История совершенно прекрасная, потому что однажды бог Амон решил найти себе земную жену. Он послал богиню Хадхор, богиню любви, для того, чтобы она нашла прекраснейшую. И ну совершенно случайно так получилось, что прекраснейшей оказалась великая супруга царская Мутемуя, верховная жена царя Тутмоса IV. Дальше бог Амон приходит в ее опочивальню, принимая образ ее законного мужа. И только по невероятному аромату Ладана и Мирры, которая исходила от божьего тела, великая Мутемуя поняла, кто перед ней. От этого брака она понесла. В какой-то момент ей явился бог тот, великий вестник богов, бог магии письма. И свился он к ней с благой вестью и сказал, что беременна она сыном божьим. Дальше история рассказывает о ее родах и о том, как божественный мир вместе с миром земным принимает этого божественного ребенка. Покажу несколько фрагментов. Несмотря на то, что стены плохо сохранились, все-таки изображения различимы. Здесь в центре этой картинки гончарный круг, справа бог Хнум с головой Овна, великий небесный гончар. И он на гончарном круге из глины создает человека и его Ка, его жизненную силу, его двойника, то, что связывает его с миром предков. Сидящая слева богиня Хатхор держит в руке Анг, символ вечной жизни, она вкладывает в жизнь, в неживое материальное тело, для того, чтобы потом этот ребенок и его, соответственно, Ка были рождены через луна царицы. Я из следующей эпизоды Теогами буду вам показывать прорисовками, для того, чтобы вы не мучились, глядя на тяжело, плохо сохранившиеся рельефы. В XIX веке Рихард Лепсиус, невеликий немецкий археолог, его команда великолепно задокументировали храмовые рельефы, они в тот момент были в лучшей сохранности. Итак, уже благая весть, сообщена благая весть, и вот здесь Хном и богиня Хатхор, они ведут беременную царицу Мутыму к великому родильному ложу. Вот там гигантская родильная ложа в правой части этой прорисовки в виде кровати с львиными головами. В самом центре две небесные повитухи держат за руки царицу, сам момент родов не показывается, потому что это, ни слова, магическую опасность ее чреву, и там дальше уже в верхнем регистре правой половины прорисовки уже богиня держит младенца, и над младенцем овал царское имя, все, это уже родившийся царь. Средний регистр, так же, как и нижний, это различные духи, которые несут благо пожеланий, защиту роженицы и ее младенцу. В центре две фигуры в среднем ряду с поднятыми руками и с такими высокими листочками фибры вениковой пальмы на голове, это хех, это бог миллионов лет, за ним сидят различные духи, но каждый из них держит анг, символ вечной жизни, в знак того, что они несут благо пожелания царю. Нижний регистр тоже очень интересный, нижний правый угол прорисовки, там две фигуры, Бес и Таурт, хранители роженицы, хранители домашнего очага, в центре массивные знаки Са и Уаса, это магическая защита в виде такого узла, а Уас, это скипетр власти, и, наконец, шесть фигур, которые изображены в очень забавной позе, они коленопреклоненные, одной рукой они бьют себя в грудь, вторую руку они вот так вот поднимают вверх, сжимая ее в кулаке. Причем, лики этих существ, трех первых, это лики сокола, а трех последующих, это лики шакала, это духи Пе и Нехена, священные духи, под которыми понимались все предыдущие цари египетской земли, имена которых уже ушли в прошлое, имена которых мы не помним. То есть, к моменту рождения царицей сына-наследника происходит как бы квинтэссенция мира духов, которая должна дать благополучное рождение и, конечно же, благополучное правление новорожденному наследнику престола. Следующая сцена, она очень интересная. Здесь мы видим, как в правой части сокологоловый бог Хор подносит младенца и опять же его Ка, который изображается точно так же, богу Амону. Эта деталь очень важна, потому что в египетском повседневном ритуале, когда женщина рожала ребенка, этого ребенка потом подносили к отцу, и вот если он возьмет к себе на колени, то он его признал. Если не возьмет, то он его не признал. И поэтому здесь показано заранее, что бог Амон уже признал этого ребенка, он здесь держит его на руках. Дальше опять же здесь и духи Нила, духи благополучия несут этих младенцев. И в левом углу прорисовки здесь девять священных сущностей, которые имеют божественные штандарты Ка и Нейт на своих головах. Это источники жизненной силы, которая будет необходима царю. Вот запомните про царскую жизненную силу. Мы сегодня с вами к этому не раз придем, и она будет важна не только для царя, но и для простых людей. Дальше следующая сцена. Начнем мы ее смотреть слева. Амон сидит на престоле. Перед ним уже как будто бы взрослый царь Аминхотеп III в шлеме, в короне и снизу подносят ему другие короны. Сверху красная корона Нижнего Египта, северных областей страны. Внизу другая богиня подносит бутылкообразную белую корону Верхнего Египта. То есть обе части царства будут под его властью. И вновь сцена ликования. Те же самые духи Пея Нехена в виде фигур с шакалями и соколиными головами здесь находятся в позе хину, в позе ликования. Бог тот с головой Ибиса, протягивая жест в уже известной вам позе произнесения и речи, приветствует девять богов. Великая девятерица, великие боги Карнака, и он сообщает ему рождение нового благого их сына на земле и просит для него у них защиты. Наконец, еще несколько фрагментов. Мы видим здесь различных богов, но интересует меня центральная сцена. Богиня держит на руках царского младенца и Ивука, и высокая фигура богини, сильно поврежден рельеф с такой длинной вертикальной как будто тростью на голове, только частично сохранился главный убор. Это Сэшат, великая богиня письма и анналов. Мы полностью ее сегодня во всем деталях ее иконографии увидим. Она на самом деле не протягивает руку, она там держала колам, тростниковую палочку, а фигура перед ней держала горшок с водой. Это обретение имени и записывание царя в анналы живых. При храмах были списки живых, естественно, шел учет населения, не говоря уже о царском доме в данном случае. Практически это не дошло до нашего времени, но она должна записать его имя и таким образом в мир живых приходит новый властитель. У элементов вообще коронация рождения понятно, что это очень серьезный священный ритуал. Более того, порой очень детально фиксировали историю своего рождения царей, которые не совсем благочинно завладели престолом. Им нужно было, мы сегодня об этом буквально через минуту поговорим, им нужно было войти в священное пространство легитимными правителями, это было очень важно. Но помимо ритуала вхождения в жизнь, ритуала родов, есть коронация. Я в двух словах расскажу, это огромный совершенно ритуал и в свое время великая наш египтолог Милица Эдвиновна Матье в своей книге «Древнеегипетские мифы», можно ее найти, она детально прописала ритуал коронации, если вам будет интересно, вы потом в этой книге все детали найдете. Перед вами великий сфинкс Гизы, но не он меня сейчас интересует, меж его лап когда-то было святилище Сетепет, святилище Избранное и в именно этом святилище начиная с второго тысячелетия до новой эры время от времени проводились важные ритуалы, составляющие коронацию египетского царя. Если мы посмотрим на сохранившееся изображение, то эпизодов очень много и один из важнейших эпизодов перед вами сейчас это стена Рамисеума заупокойного храма Рамсеса Великого то есть 13 век до новой эры. Давайте посмотрим, что здесь изображено. Изображена здесь Великая Ишедда Великая Персея священное геральдическое древо У подножия древа уже полностью с инсигниями с коронами сидит Рамсес II За его спиной на престоле изображен Атум Бог Творец и Бог Вечернего Солнца который держит в руках калам для письма С противоположной стороны две фигуры уже известны нам богиня Сешат богиня письма исторических хааналов и за ней и бесоголовый тот ее супруг они в свою очередь тоже держат в руках каламы для письма что они делают по преданию они выписывают новое имя нового царя на листочках геральдического древа судя по всему Великая Персея тоже была время отремени элементом легитимизации царской власти потому что в XII веке до новой эры на престол садится фараон Рамсес IV законный наследник но перед ним была попытка государственного переворота и для того чтобы доказать еще раз что он законный сын предыдущего царя он оставляет удивительную надпись о том как однажды его величество Рамсес IV приходит в храм Ра в Гелиополе в великую солнечную святыню в одном из дворов этого храма растет великая Персея Ишед и он открывает двери и вдруг он видит что вся Персея была покрыта его тронными именами то есть прям они проступили божественным образом проявились на этих лепестках и все соответственно тут же поняли что конечно же он и есть самый легитимный царь земли хотя он был легитимным наследником но ему нужно было таким образом подтвердить свое правление не могу не обратить внимание на изящество работы художника посмотрите какие руки фантастическое совершенно исполнение пальцев богини Сышат справа и если вы внимательно посмотрите то сохранилась бирюзово-малахитовая краска рельеф был когда-то ярко расписан и соответственно все это было ярко помпезно и очень красиво соответственно все тексты которые говорят о воцарении об атеронизации правителя они преисполнены словословиями они написаны в таком очень восточном пышном стиле я маленький фрагмент вам зачитаю в радости все земли этой и нет опечаленного ибо амон установил сына своего на престоле его ход солнца во власти его он поверг азиатов и ливийцев увидены те кто грабил добро Египта вот была земля в опасности страшной со времен предшествующих царей были покинуты как боги так и люди не было героя дабы объединить их когда были они в отступлении явился он юноша подобный грифону быку готовому к бою в поле и кони были подобны его соколам и рычали они подобны льву ужасному в гневе воины были могучи как бог войны решеп когда они видят так же десять тысяч был он подобен монту богу войны имя его как пламя страх перед ним в землях земля ливийская собрана воедино и другие племена тоже вместе но было сердце его величества наполнено мощью как у льва грозного бросившегося на овцу и так далее и так далее и так далее это рассказ о триумфальных победах которые рамсес 3 в 12 веке до новой эры совершил после своего воцарения да мир богов но он столь настолько же он и мир людей и человеческая зависть порой стучится оттуда из глубины веков в общем практически в бесстыдной форме потому что после того как рамсес 2 правил 67 лет как я уже вам сказал многие другие последующие цари которые тоже носили им рамсес рамсесов было 11 очень хотел из такой срок правления и в частности фараон рамсес 4 тот самый который увидел персею написанную его именами в храме в гелиополе он оставил в абидосе в храме осири совершенно замечательный текст это царская церемониальная стела да удвоишь ты для меня срок долгий время длительное правление царя рамсеса второго великого бога ради больших дел и благих поступков которые совершаю я в доме твоем дабы увеличить твои божественные приношения дабы найти каждую вещь прекрасную все благое для святилища твоего день каждый эти 4 года подобные тем поступкам которые царь рамсес 2 великий бог совершил для тебя в свои 67 лет да дашь ты мне существование долгое старствованием длительным которое даровал ты ему рамсес 4 обращается к осирису великому владыке жизни иного мира говорит о том что ну это честая ложь что он за 4 года сделал то что рамсес 2 сделал за 67 лет но просит он внимание срок долгий временно длительное правление царя рамсеса 2 которое он умоляет удвоить то есть 67 умножить на 2 это вообще выбивается из всех норм приличия древнеегипетской культуры потому что вообще это считалось что идеальный срок жизни человека мечта такая помечтать 110 лет такая вот условная цифра при этом тексты порой говорят что из 110 лет 10 лет человек проживет праведно из 110 да то есть ну вот такие шутки у них прекрасное было чувство юмора но вот 67 на 2 это такая невероятная мечта рамсеса 4 донесенная до нас из 4 простите 12 века до новой эры важным эпизодом коронации было то что царь он полз к изображениям божеств естественно там огромный клир жрицы и жрицы которые специально готовились к этой церемонии для того чтобы по их представлениям боги вошли в их тела и через их земные руки короновали правителя если вы внимательно посмотрите на эту замечательную статую рамсеса великого из каирского музея то вы видите что он ползет перед ним вот такой ящик он толкает по направлению богам свое собственное имя которое он получил от отца и матери при рождении для того чтобы в обмен получить пятичленную царскую титулатуру с определенного времени 5 царских имен которые составляли не просто перечень имен владыки в них была как бы такая парадигма и пожелание что бы хотелось от этого царя каким он будет успешным каким он будет великим и все равно вот эта логика древней геральдики которая многие тысячелетия существовала в Египте она подчеркнута и здесь посмотрите на что указывает красная стрелка листочки видите он ползет по ветке персей и шет к стволу к богам которые пребывают в ее основании для того чтобы взяв отдав малое получить великое здесь есть очень важная вещь к которой мы тоже сегодня будем возвращаться не отдав не пожертвовав не получишь и разговор с миром богов который когда-то был отделен от мира людского он строится на принесении жертвы и просьбы о взаменном даровании какого-либо царь входит во храм тот и хор поливают его священной водой если вы внимательно посмотрите то священная вода состоит из знаков анг и уаз петлеобразный анг символ вечной жизни уаз в виде скипетра символ могущества и власти они вводят его во храм перед ним стоит кстати не анубис а упуаут волкоглавы бог открывающий пути как и хор они протягивают царю дыхание вечной жизни чай-эн-анг дыхание через которое он получает жизнь которая здесь изображена символами перед ними стоит богиня хатхор она протягивает руки и на ладошках у нее изображены иероглифы воды нини добро пожаловать великий ритуал вошедствие в охран где царь станет один среди равных после коронации великолепный рельеф из карнака с изображением рамсеса второго вот здесь монту очень древний фиванский бог войны надевает на него по схеме дословный перевод двойная силами это корона верхнего и нижнего египта объединенный нижний египет это такая ступа со стрелкой и верхний египет которая проступает здесь это бутылкообразная форма корона нижнего египта она красная корона верхнего египта бутылкообразный аmani идет она белая и здесь соответственно монту как воплощение древней земли фиванской проводит элемент коронации правителя. Короны считались живыми существами. И в одной из легенд рассказывается о том, что как бог Геб, бог земли, будучи наследным сыном бога Шу, бога воздуха, однажды пришел в небесный дворец, когда папы не было дома. Папы не было дома, и в его опочивальне лежали великие царские короны. Он был законным наследником, это очень важно. Он решил примерить. Но все равно рано или поздно достанется это ему, но он не имел священного статуса, не прошел через необходимые ритуалы и не заключил договор на собственное правление. Поэтому, когда он взял эти короны в руки, из них вышла великая Уретхикау, великая Чарами, богиня, которая изображается в виде кобры с человеческим лицом, которая является символом всех царских инсигний. И только вмешательство папы, который на крик вернулся дома, спасло бога земли от мучительной смерти. Потому что она агрессивна, она пламенеющая, она хранительница святыни власти, и Уретхикау всегда почитается как одна из самых гневных богиней египетского пантеона. Перед вами сейчас удивительное изображение. Оно было найдено в гробнице Тотанхамона. Оно небольшое, сделано из дерева, покрыто золотом. И если вы внимательно к нему присмотритесь, то с одной стороны здесь изображена кобра с человеческим лицом в уборе звезды Сириус, то, что у нее на голове, это убор Сапедет, и она грудью божественным молоком кормит маленького царя Тотанхамона, который после этого становится законным властителем. Связь между царем и великой богиней-матерью, она подчеркивается в египетских текстах, изображениях неоднократно. Но есть одна самая важная вещь. Ее молоко – это и есть жизнь. Царь испевает молоко богини-матери трижды. Во время рождения, чтобы обрести материальную форму. Во время коронации, чтобы получить новый статус, родиться заново, существом с двойной природой, человеческой-божественной, и в момент смерти, для того, чтобы обрести посмертное возрождение. Изображения Уред Хикао, которые очень часто упоминаются в текстах, предельно редки, тем более в такой полной иконографии, как этот замечательный памятник из гробницы Тутанхамона. Так как же египетский ритуал и египетская теологическая мысль связывали в царе божественное человеческое? Очень просто. Помимо того, что он рожден великой царицей-матерью, все-таки Агамию быстренько вспомнили, когда он садится на престол всех живых, он становится новым воплощением бога Хора, великого небесного золотого сокола, который считается родоначальником власти египетских царей. Он становится новым Хором. Он получает вот эти свои пять новых имен, как новое воплощение Хора. Именно поэтому в Египте нет протяженного лета исчисления. То есть просто приходит новая форма Хора, новая ипостась, и дальше годы правления того или иного царя. И, например, для египтян, особенно для эпохи пирамид, для древнего царства, нет царя Хуфу. Хуфу – это его личное имя, его так родные звали, скорее всего. А для всех египтян – Хор Меджеду. Вообще совершенно другое имя, потому что это имя говорит о нем как о золотом соколе на этом престоле, как на новом воплощении Хора. Перед вами великолепный памятник. Это легендарная вещь. Это знаменитая статуя царя Хафра, которая была найдена в Гюстом Мариэттом за упокойным храме этого царя у второй великой пирамиды в Гизе. Это великолепный зеленый диорит с прожилками, очень красивый. Царь сидит на престоле, но только сбоку можно увидеть его небесный прототип священного золотого сокола, который сзади, вот в таком жести защиты, охраняет его голову. Дело в том, что в египетском искусстве на протяжении его развития, на протяжении развития египетской истории отношения царя и Хора, его небесного прототипа, менялись. То есть есть небесный прототип, есть земное проявление. А каков статус одного и каков статус другого? Вот здесь великий царь, за которым небольшая небесная птица. Это у нас с вами 26 век до новой эры. Запомнили вещь, да? 14 век до новой эры. Хор-эм-хеб, один из преемников Тотанхамона. Великолепный памятник из собрания Музея истории искусств в Вене. Хор-эм-хеб, хор в празднестве переводится имя этого царя. Хор был его родовым богом, богом его города. И здесь вы видите по сути практически одного роста, две фигуры. И самого небесного хора, и его новое земное воплощение царя Хор-эм-хеба. А вот это 4 век до новой эры. Это Никтанеб II. Замечательное изображение хранящееся в Музее Метрополитона в Нью-Йорке. Есть разница между богом и царем. И вы знаете, здесь нет преувеличения. Вот именно такова была позиция царя по отношению к миру богов в то или иное время. И несмотря на то, что царь, 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 и похожие ритуалы, и преемостность власти, и все то, о чем я говорю, вспомним на секундочку Хафру, великие пирамиды, и живого бога на земле, и потом Никтанеба II, который практически не сопоставим по своему статусу с великим небесным соколом, воплощением которого он является. Связь царя и сокола, она подчеркивалась с глубокой древности. И первые египетские надписи, это еще надписи, конечно, отображающие имя правителя. Великолепная, зупокойная стелла когда-то стояла в Абидосе рядом с гробницей царя I династии Джета. Сегодня это один из шедевров Лувра. Если вы внимательно посмотрите на верхнюю часть стеллы, то изображен там фасад царского дворца, который называется Серех. Дальше как будто бы подворье, внутри этого подворья змея, и на самом подворье сверху сидит сокол Хор. Вот та иероглифическая составляющая, которая присутствует здесь внутри фасада царского дворца, это есть царское имя. Хор Джет, Хор Змея. Это имя царя. Соответственно, от имени царя, потом от титулов царя, потом от имен приближенных, потом от титулов приближенных, и будет рождена богатая египетская полиография, богатая египетская литература, и, собственно, сама египетская письменность. Именно от имени Хора начинается первое царское имя. Первое из пяти. Перед нами сейчас из собрания британского музея статуя Рамсеса II, и желтая стрелка вам указывает на первую колонку. Там изображение сокола, затем за фигурой сокола солнечный диск, и дальше опять вот то самое изображение царского дворца с подворьем, которое мы только что с вами видели на куда более древнем памятнике. Внутри этого подворья иероглифы бык, рука с жезлом, восходящий горизонт, сова и страусиное перо. Канахт Хаймаат, бык могучий, воссиявший в истине. Это первое имя, которое говорит о царе, как о великом воплощении Хора на земле. Второе имя вводится иероглифическими знаками самки грифа и кобры. Кобра Уаджит, это древнейшая богиня Дельты, покровительница Северного Египта, самка грифа Нехбет, соответственно, геральдическая покровительница Верхнего Египта, Долины. Обе владычицы, обе матери. И имя, которое открывается их фигурами, говорит о царе, как о владыке Верхнего и Нижнего Египта, которому даровали великие геральдические богини. Этих геральдических богинь вы очень часто увидите в египетском искусстве. Справа золотая диадема Сэшедда, которая была найдена на мумии Тутанхамона. Вы видите кобру и грифа. Это те самые великие владычицы. На рельефе из храма Вабидоси, который перед вами рядом, сам сидит царь Сетти, это тоже коронация. Две богини рядом с ним и иконографии их идентично. Атрибутировать можно только по надписям, которые над ними. Слева это Уаджит, то есть это кобра. И справа это Нехбет, то есть самка грифа. Великие матери, которые в свой великий сон берут нового владыку. Третье царское имя открывается фигурой сокола, который сидит на знаке золота. С одной стороны золото в Египте это символ нетленности, с другой стороны золото это символ Хадхор, великой праматери, богини любви. То есть это имя открывает фигуру царя как то существо, которое подобным богам имеет и андрогинную природу тоже. Ему покровительствуют и мужские божества, и богини. Поэтому от золотого хора идет третье имя. На этом кирпиче, который был покрыт царскими именами, и он был закопан под основание одного из храмов для того, чтобы освободить территорию, четвертое и пятое имя. Четвертое и пятое имя уже обрамляются вот в эти картуши, в эти овалы. И, соответственно, первое имя, оно говорит о царе, как о царе верхнего и нижнего Египта. И обычно это то самое тронное имя. Вот у рамсеса второго нет рамсеса второго и рамсеса третьего и рамсеса первого. Рамсес первый он Менпехтира, рамсес второй у сэрмаатроса Тепенра и так далее. То есть для того, чтобы понять рамсес четвертый, рамсес девятый, вы на самом деле должны знать все тронные имена. Потому что вы именно тронные имена читаете на статую, а не цифры, которые придуманы европейскими исследователями. И, соответственно, у сэрмаатроса Тепенра это тронное имя рамсеса второго и в большинстве документов он будет упомянут именно так. И, наконец, последнее, пятое имя, которое еще ассоциирует царя как сына солнца, это, собственно, рамсес, рамес, еще возлюбленный богом Амоном. И если все вот это безумие мы с вами соединим вместе, то получится вот такой прекрасный кадр Туринской коронационной статуи рамсеса Великого, один из самых знаменитых памятников египетского искусства. А дальше пять царских имен. Итак, хор Канахт Меримаат, хор бык могучий, возлюбленный истинный. Дальше второе имя. Обе владычицы Мек Кемет Уафу Хасуд, защитник Египта, попирающий чужеземные страны. Третье имя. Хор Золотой Усер Ренпу Таананахту, великий годами, великий, сильный даже, правильнее, годами, великий победами. Дальше. Тот, кто от тростинки, тот, кто от пчелы. Царь Верхнего и Нижнего Египта. Усер Матрас и Тепен Ра. Ра сильный, истинный, избранный для Ра. Все имена, естественно, переводятся. И последнее имя, которое вводит знак гуся и солнца, сын солнца, сын Ра. Это Ра Мессу Мери Амон. Ра его родивший, возлюбленный богом Амоном. Вот это официальная титулатура Рамсеса Великого, который вообще-то второй во всех книжках, которые вы откроете. Все царские имена это суть священная, и это, по сути, программа, которую дает царю храм во время интернизации. Кем ты должен быть? Имена довольно сильно порой отличаются. И есть в периоды спокойствия такие типовые очень царские имена, а иногда, когда что-то связано с войной или преодолением кризиса, то имена, титулы, эпитеты, они показывают то, что ожидали от царя после его правления. Имена царя, благо, пожелания, священные символы, они в итоге в египетском искусстве становятся важными элементами практически такого вышитого ковра. Очень редкий, очень красивый рельеф по рисовке сейчас перед вами. Это храмхеп, это один из, как мы помним, преемников Тутанхамона. Его во время праздника несут в паланкине, страусиные перья воткнуты в головы носильщиков в знак того, что это праздник. Перед процессией обернувшись стоит жрец, который держит божественную курильницу, и он перед царем курит ладан. Это триумф, поэтому там в крайнем правом уголке кадра видны пленники нубийские, которых туда увозят в этой процессе. За всеми фигурами стоит царский апахалоносец, который держит огромное апахало, второй, с другой стороны. Апахалоносцы, это были люди к царю очень приближенные по одной ритуальной причине. Чай, энанг, дыхание жизни. Дыхание чем передается? Воздухом. Соответственно, тот, кто машет апахалом, причем апахалы были разных священных форм, он как бы немножко посредник между миром богов и миром царя. И была такая история в Египте во время воцарения одного правителя, Рамзеса I, который взошел как правитель новой династии, его блестяще обосновали. Он же был апахалоносцем при предыдущем царе, он был выше царя к богу и, соответственно, имеет право на свой престол. Если мы вглядимся в иероглифические знаки, потому что царская власть без хотя бы минимального привлечения священных текстов невозможна, то мы здесь увидим вот, пожалуйста, в желтом прямоугольнике бог благой, это епитет царя как малого солнца, и здесь он выписан вовсе не Хоремхеб, а Джессер Хеперу Расетепен Ра, это тронное имя, в зеленом прямоугольнике владыка обеих земель Хоремхеб, возлюбленный Омоном, а дальше в красном прямоугольнике дана ему жизнь подобно Ра в вечности. То есть даже простое упоминание имени царя вот здесь вот так, а в простом тексте вот просто вы в письме упомянули царя. Вот избави вас богини Сехмед, не упомянуть, да будет он жив, здрав и невредим. Это обязательная приписка к имени царя, то есть вообще не упомянуть это госизменно, а на самом деле вы представляете, что каждый раз хотите, вы не хотите, вы это пишете, это магический посыл, вы кормите царя, вы кормите его здоровье, его благополучие, его неизыбленность, поэтому анх уджа сенеп, да будет он жив, невредим и здоров, это обязательная приписка к царскому имени. Еще одна очень важная часть этого изображения, она сейчас обведена зеленым прямоугольником, там изображен сверху штандарт, на котором две поднятые руки, это символ К, символ вот этой жизненной силы царя. И дальше, кстати, само слово царь Несу видит растинки иероглифа хлебца Т и знака воды. Царский К, он всегда присутствует рядом с царской персоной, по одной простой причине, царь, он во главе К всех живущих, его жизненная сила, это совокупная жизненная сила его народа. И если царь нелегитимный, то от этого первым образом будет страдать его народ, потому что вот это то дыхание жизни, которое он получает от богов, он передает их своему народу через свою жизненную силу. И если он не получает дыхание, то голодают в этом смысле абсолютно все. Поэтому для них нелегитимность правителя и вот эти многочисленные попытки легитимизации власти, они связаны с совершенно практическим представлением о том, что есть счастье того, что называлось Ремичну Кемет, народа черной земли, народа земли египетской. В египетском искусстве несколько статуй К знаменитых есть, я тебе покажу. Знаменитый К царя Ауибра-Хора конца Среднего Царства, а это XVIII век до Новой Эры, дерево кедровое, инкрустированные, невероятные глаза с горным кварцем. И вот известный вам знак К на его голове. Это знак рук, которые обнимают небо. Потому что вторая вариация жеста К, это жест объятия. Вот этот жест объятия, вы когда человек обнимаетесь, думаете, с кем вы обнимаетесь. Потому что с египетской точки зрения вы делитесь в этот момент с человеком жизненной силой, а он с вами. То есть это больше, на самом деле, чем объятия. И соответственно, через К из мира предков, из вот этой огромной жизненной силы богов К получает царь и его подданные. Второй К очень красивый. Это один из двух К, найденных Картером в гробнице Тутанхамона. У него нет знака К на голове. Он здесь в парадном царском прижизненном облачении. Но черный цвет кожи передает на самом деле не цвет естественной кожи царя, а черный это символический цвет бессмертия вечной жизни. Так же, как и зеленый. Черная земля это и есть плодородие, это и есть жизненная сила. Великолепный кадр, в которой в Лондоне завершается выставка из собрания Египетского музея в Каире. Она там хранится. Естественно, что помимо имени, помимо текстов благопожеланий, царя всегда сопровождает огромное количество инсигний, священных символов, корон и уборов. Посмотрим на это изображение. Перед вами царь Тутмас III, это 15 век до новой эры. Перед ним стоит специфическое мочное деяние Великий Визир. Это на самом деле сцена назначения Великого Визира, который будет Верховным Судьей. Великий Визир Чати по-древнеегипетски. Он и Верховный Судья, и Верховный Жизнь Богини Маад. Тутмас III, на нем невероятные совершенно короны чини. Я не буду сейчас разбирать короны, вы мне позволите уйти немножко от этого, потому что иначе мы увязнем. Но зеленый прямоугольник за ним это фигура его Ка, его жизненные силы. И в знаке Ка, что мы видим? Опять фасад царского дворца, на котором сидит сокол. Там написано Ка-нахтха-эм-уаст, бык могучий, высеявший в фивах, то есть в его столице. И в своих руках такой антропоморфный образ Ка держит штандарт специфический и перо богини истины Маад. В руках у царя два главных скипетра, которого он наследовал от Осириса. Это подлинные два скипетра из гробницы Тутанхамона. Скипетр хекет в виде крюка или хека символ магической власти. Это дословный иероглиф магическая сила. И скипетр нэхаха это такой длинный цеп, но к цепу пастухов он не имеет никакого отношения. Это солнечные лучи, не спадающие на землю. То есть это те самые скипетры, которыми когда-то правил Осирис землей. И вслед за Осирисом царь, подобно хору, то есть сыну Осириса и законному его наследнику, тоже эти скипетры держит. Царское имя оно становится основой ребусов, элементов различных египетского искусства очень часто. Я покажу знаменитый пример. Это потрясающая маленькая пектораль из гробницы Тутанхамона. Скоробей летит на восходе, это восходящее солнце, Скоробей и толкает это солнце. Великолепная перегородчатая эмаль с подрагоценными камнями, по золоту формирует его крылья. Но меня здесь интересует другое. Что мы здесь видим? Во-первых, сам жук из великолепного бадахшанского лазурита, который египтяне привозили из Афганистана, то есть покупали дары торговых караванов. Сердоликовое солнце, три красные черты и зеленая корзина. Вот эти знаки, они все вместе читаются как Небхепрура, Ра владыка своих сотворений, это тронное имя Тутанхамона. То есть это брошь пектораль, которая еще и содержит в себе царское имя. Ну или вот такой пример, это замечательный золотой сокол, который был частью упряжи царской колесницы, он стоял на дышле, по-моему, если мне память не изменяет правильно, вот эта деревянная такая длинная палка, которая соединяет колесницу и лошади. И здесь золотой сокол, у него огромный солнечный диск, то есть изображение бога Ра, и внутри этого изображения опять тронное имя Тутанхамона, еще и дополненное знаками жизни, которые свисают с солнца, а знака в жизни три, а три в египетской письменности это множественное число, то есть ну такая жизнь, во всех своих аспектах, вот просто жизнь в кубе, если мне так позволено будет сказать, которая здесь желается царю. Связь царя и священного сокола, она порой была совершенно невероятной. Покажу еще один пример. Очень редкий памятник, не имеющий аналогов, который, к сожалению, очень сильно пострадал во время Второй мировой войны. Эта статуя хранится в Брюсселе, в Королевском музее истории искусств. Она горела в пожаре, потом ее тушили, и кварцит очень сильно осыпался. Перед вами фигура мужская, с маской сокола, а сзади это целая птица. На ранних фотографиях есть надписи, которые были по бокам престола, там упоминается, что это на самом деле царь Менхотеп Третий, 14 век до новой эры. Дело в том, что время от времени на крупные государственные праздники царь выходил в золотом одеянии священной птицы с золотой маской на лице. И вот это редкое скульптурное изображение царя во время такой церемонии. Здесь чуть раньше изображение царя Тутмоса IV его отца. Видите, идет царь и на нем прям накидка в виде вот этого условного птичьего платья. И даже целые скульптурные памятники передают царя как великую золотую птицу. Это, как вы понимаете, одна и та же вещь, которая хранится в Манчестере, а в музее Питре в Лондоне хранится верхняя часть подобного памятника. И головной убор, и перья золотого сокола, они здесь в буквальном смысле показывают царя как золотого сокола на земле. А теперь представьте себе Венхотепа III, который в золотом одеянии священной птицы идет по процессионной колонаде Луксорского храма в клубах Ладан и Миры. То есть это, конечно, зрелище совершенно невероятное. Египет безумно красив и параден. И здесь вот такое особое олицетворение царя как Бога есть. Ну и завершая тему коронации, Геральдика присутствует в нем многократно. Замечательный памятник из Каирского музея идет Рамсес III. Слева это хор с головой сокола, который здесь ассоциируется с дельтой. А с другой стороны его вечный противоположный сетх, с которым он вечно борется, который здесь олицетворяет собой юг. Юг и север, сетх и хор коронуют царя. А на самом деле здесь даже не о юге и севере, а о противоположности. Царь он тем силен, что он собирает в себя воедино то, что собраться не может. В этом есть очень глубокий смысл. Тексты саркофагов, один из очень древних египетских ритуальных текстов, рассуждает об изначальных временах. А что такое были изначальные времена, когда люди были вместе с богами, когда был золотой век? А не было еще двух вещей. Что такое две вещи? Ночь и день, солнце и луна, земля и небо, добро и зло, мат, великий миропорядок, и эсэфет, его искаженная форма. То есть, как в царе воплощается человеческая надежда на обновление мира, на вот это повторение великого вселенского цикла и, соответственно, на попирание хаоса, который и должен делать царь. От инсигнии богов и царских титулатур немножко красивым дворец. Тот самый пера, тот великий дом. Я сделаю отсылку, есть в интернете большая моя двух с половиной часовая лекция царский дворец, кому эта тема покажется интересной, там много других подробностей, здесь я вкратце покажу. Это было невероятно красиво. Перед вами реконструкция парадного зала дворца Рамсеса Третьего Меденет-Абу, это 12 век до новой эры, из белого звезняка колонны, расписанные синим, черным, бирюзовым и обложенные золотыми плитками пальмовидные капители колонн, стены беленые, но все дверные проемы, окна и уж, конечно, вот там центральная зона с ступенями, которые поднимаются к царскому престолу, это все было выложено цветным фаянсом и золотом. И вот здесь этот цветной фаянс и золота на фоне белых стен создавал, конечно, удивительно красивое сочетание. В центре стоял престол, престол всех живых, престол, понятно, был золотой, и вот эта замечательная работа французского архитектора и специалиста по египетскому искусству Франко Манье на основании нескольких изобразительных источников росписей придворных, вот так был восстоздан престол Аминхотепа Третьего. Это 14 век до новой эры. Здесь тоже очень много геральдики, потому что, если вы внимательно посмотрите на капители колонн, капители внутренних колонн в виде цветка лилии прибрежной, шемаи, это цветы верхнего Египта, внешние колонны это папирусы, меху, это цветы нижнего Египта, то есть здесь все подчинено вот этой невероятной геральдикой, и если бы мы с вами представили, как на престоле во время приема сидит Аминхотеп Третий, то получилось бы приблизительно вот такое. Перед вами, кстати, подлинная роспись 14 века, собственно, в таком божественном навесе Аминхотеп Третий изображен вместе с матерью своей, царицей Мутемуи, той самой, которая когда-то выбрала богиня Хатхор как самую прекрасную женщину на земле. Если мы поглядим на нижний ярус изображения, то мы увидим все народы земли, которые знает египтянин, потом не подписаны, они все, соответственно, находятся под стопами царя, и они все ему поклоняются. Наиболее проблемные народы, как-то, ну, бейцы, сирийцы, то есть реальные соседи египтян географически, они на помосте, на ступенях, потому что царь, когда идет, он их попирает. Более того, под ногами царских статуй часто изображены либо вот такие иноземцы, либо изображение девяти луков, три лука, видим, лук, из которого стреляют, да, девять луков, это символическое изображение всех земель, попранных ногами царя, которые находятся под египетской властью. Поэтому, с одной стороны, очень красиво и декоративно, а с другой стороны, все здесь, это государственная пропаганда, вот, и, соответственно, они показывают роль египетского царя, как земного солнца. Еще несколько работ Франко Мунье, потому что красиво безмерно, это его реконструкции великого дворца в Малькатте, это летняя резиденция Минхотепа III на юге Фив, это один из залов дворца, всегда центральная часть потолка делалась выше, для того, чтобы в окна залетал воздух, чтобы даже в жаркие дни здесь было прохладно. Великолепные колонны в виде бутонов водяных лилий, расписанные полы, стены, здесь очень все красиво, и если вот это дневной кадр, то вот так дворец выглядел в вечерние часы и ночью. В великолепных кусках алебастра вытачивались из этих кусков конусовидные чаши, на чашу наносился цветной рельеф, цветное изображение, затем она вставлялась в такую же чашу чуть большего размера. И дальше, когда внутри наливалось масло, зажигался масляный светильник, масло было высоко очищенное и сезамовое, оно практически не коптило, мы это знаем из химических анализов, которые были проведены по остаткам такого масла в светильниках из гробницы Тутанхамона, то дальше через алебастр еще и светились какие-то храмовые сюжеты. Давайте, в общем, посмотрим, как это выглядит. Я думаю, что вот этот прекрасный памятник многие из вас знают. Я специально беру кадры из архива Гетти, потому что они вот здесь подсветили, они лампы вставили внутри него. Это египетский травертин, который мы часто неправильно называем алебастром. Это травертин, полупрозрачный камень, и вот вы видите, что когда лампа светится, то видны изображения, которые нанесены на внешнюю сторону внутреннего конуса. Здесь Анхесенамон, царица, подносит отрезы ткани Тутанхамону, светятся его имена. И вот представьте себе еще раз вашей фантазии, вернитесь на секунду на кадр назад. Ну, собственно, давайте мы с вами сделаем, ничего страшного в этом нет. вот этот дворец, вот этот дворец, и вот такие светильники здесь стоят. Ну и для того, чтобы окончательно добить всех, я вспомню, что в резиденции Мерниптаха в XIII веке до новой эры в Мемфисе в центральном приемном зале полы были сделаны с плит золота и серебра, которые ассоциировались с днями и ночами, по которым шествует царь. Теперь вы понимаете, почему до нас практически не дошли египетские дворцы? В периоды кризиса их разбирали первыми, и только по отдельным фрагментам. От Малькатты, кстати, сохранилось очень много фрагментов, потому что он был довольно далеко от поселений, возникших на западном берегу Нила, в Пиво, в более поздние времена. Только на основании таких фрагментов можно сделать вот такие замечательные реконструкции. О жизни царей говорит многое, материалов осталось много. Я покажу несколько буквально точечных предметов, чтобы немножко описать личный быт царя. Вот вещь знаменитая, но я не могу мимо нее пройти. Это знаменитый кубок благопожелания из гробницы Тутанхамона. Это травертин, кубок в виде цветка, распустившийся белой водяной лилии, бутоны с двух сторон, в центре царские имена и текст, который говорит, что царь любим Амоном Ра, владыка престола в двух земель, а текст, который идет в две стороны от центрального знака вечной жизни, он, почему благопожелание, он говорит о том, что царь любим в фивах, и что фивы желают ему счастья, они желают ему северного ветра для его ноздрей. То есть представьте себе, что сидит царь Тутанхамон, такие изображения есть, пьет вино вот из такого кубка, северный ветер, рядом горят светильники, все очень красиво. А еще при этом, сколько у нас отростков растения на чаше? Три. Это изображение фиванской триады. Бог Амон как центральное солнце, потому что солнце рождается на цветках водяной лилии, и, соответственно, бутоны – это его супруга Мут, его сын Хонсу. И в знак того, что цикл будет постоянным, на бутонах сидят кто? Боги миллионов лет. Каждый из них держит в руках иероглиф Ренепет, фибру пальмы. Фибра пальмы кончается головастиком, знаком 100 тысяч, под головастиком кружок. Это шен, это бесконечность. 100 тысяч лет правления для этого царя, для вот этой неизменности власти священной по своей сути. Очень трогательно и очень интересно, когда мы можем коснуться личных вещей царя. Справа перчатки Тутанхамона для стрельбы из лука. Тонкий лен, сотканный, расшитый, красота невозможная. Еще раз напоминаю, что это XIV век, до новой эры. А ввиду того, что Тутанхамон зашел на престол к девятилетним ребенкам, как мы с вами знаем, то в гробницу положили еще и игрушки. И слева это, как он правильно называется по-русски, волчок. Это вот такой волчок, который был тоже богат инкрустирован. Это игрушечка, с которой маленький Тутанхамон играл когда-то при дворе омарной, где он вырос. Это полы с невероятными росписями. Если вот здесь прекрасные изображения нильских зарослей, из которых вылетают утки, это росписи полов дворца Эхнатона и Нефертити в Омарне, то порой, как это было в Малькате, на полах изображали и наземных правителей, которых царь попирал, идя по этому расписному ковру. Никогда не было мозаичных полов в Египте. Всегда роспись, и роспись покрыта специальным лаком из малокедрового дерева. За счет этого, когда лак высыхал, то по этим полам можно было ходить. Не только светские помещения нам известны, но и частные. Очень редкий кадр. Это реконструкция опочевальни Рамсеса II. Все стены были покрыты изображениями Бесса, духохранителя озлых чар. В одном из американских музеев хранится вот этот фрагмент фаянсовой плитки с маской Бесса, как раз происходящей из спальни Рамсеса II в кантире в Перрамсесе. Очень забавный элемент спальни. Обратите внимание, что вот там далеко стоит кровать. На потолке над кроватью такой странный изогнутый полукруг. На самом деле это уловитель северного ветра. То есть это отверстие в потолке, над которым была естественная крыша. Спальня была ориентирована всегда на север. И когда с севера дует ветер, то уловитель, он, соответственно, сразу же опускает такой кондиционер древний. Он опускает северный ветер непосредственно на царское ложе. Ну, если уж о спальне заговорили, что же не показать прекрасные сантехнические изобретения древних египтян. Крайний левый кадр это прообраз унитаза из одного из высокопоставленных домов Ахетатони, Тамарна, хранится он в Каирском музее. А вот то, что видите справа, это личный душ Рамсеса Третьего в его дворцовом комплексе в Медене-Табу. Как он выглядел? То есть царь стоял вот в этом поддоне через стенку, которая выше его ростом, на самом деле, на него поливали водой, благовон или какой-то еще. Дальше все сливалось вот туда в шахту. Туда же выходила канализация, сложенная из сосудов, соединенных один с другим. И там просто глубоко в песок вся эта вода уходила. И здесь вот непосредственно здесь, в XII веке до Новой эры, его величество Рамсес Третьей принимал свои ванны, и все это прекрасно сохранилось. Мир египетского дворца это мир вельмож. Великолепная маска одного из них. Он был, видимо, современником Тотанхамона. Кто именно, мы не знаем. Имени нет, но XIV век до Новой эры. Это главный шедевр египетской коллекции Брюссельского музея. Ну, описывать бесцельно, как прям не пердеть, только смотреть. Но, глядя на эту маску, представьте себе колоссальную пирамиду. Носители эпохала справа этого величества, носители царских сандалий, великий царский маникюрщик и великий царский парикмахер, носители еды, великий виночерпий, который чаще, например, в эпоху Нового царства был иноземцем, потому что у него был прямой стимул сделать так, чтобы в царском вине не было яда, потому что он тут же лишался бы должности при другом царе. То есть это огромная пирамида мамок, нянек, дам, мужчин. То есть классический и восточный дворец. Единственная очень важная вещь, никогда он не был построен по атаманскому образцу, то есть не было здания гарема. Женский дом это совокупность многих дворцов, то есть каждая дама имела свой дворец в зависимости от статуса, но они были, тем не менее, единой экономической структурой, единой экономической единицей. Естественно, у нас с вами царь, который должен хранить мат, хранить великий вселенский миропорядок, он должен быть успешным воином. Я достаточно мало расскажу о войне, но тем не менее, глядя на вот этот остроконь, кусок известняка с наброском художника, который показывает, как Рамсес III, кстати, побивает иноземцев. Вы, я надеюсь, вспомнили царя Дена, царя первой династии, который так побивал врагов. Ну, чего уж греха таить. Знаменитая палетка Нормера, слева, Каирский музей, начало египетской истории, 30 век до новой эры. И вот это, наверное, одно из первых изображений царя Верхнего Египта, который булавой, под приглядом богини Бат, две маски женские с рогами коровы, великая мать-прародительница, он побивает своего противника. Дальше, значит, если здесь у нас это архаика, наследник царя на Черехето Джосера, царь Сахимхет, на скалах Синайского полуострова, это скалы, уже тогда был освоен Синай, но и тогда еще не до конца присоединен, в точно такой же позе он побивает врага. При некоторых царях не просто частью такой идеологемы была война, а вполне частью реальных поступков. Я расскажу об одном, это совершенно уникальный царь, это СНСР III, XVIII век до новой эры, под невероятный портрет из собрания Калуста Гюльбинкяна в Лиссабоне. Это обсидиан, это вулканическое стекло. Царь был и воином, и интеллектуалом одновременно. При нем специальные экспедиции отправлялись в Нубию для того, чтобы рассчитать паводок Нила, потому что хороший паводок Нила 16 локтей, то есть 8 метров, это удача, потому что поля будут полны водой, полны ила, но они не смоют верхние деревни. Если паводок будет выше, то это трагедия, если он будет низкий, то значит вода не дойдет до верхних полей, это голод. И в итоге, чтобы приспособиться к тому, какой объем идет воды в Египет, до третьего порога Нила в Судане нынешнем были построены великие крепости. Перед вами реконструкция крепости Аниба, это древний мям столицы Нубии. И здесь, с одной стороны, великолепная фортификация, потому что Нубия была традиционно землей неспокойной, Египту она была нужна, потому что это не только нее, это золото, это все дары тропической Африки, то есть это колоссальная экономическая составляющая гибельского государства, но печаль моя заключается в том, что вообще большей части крепостей, она дошла до нас до 50-х годов, они все были затоплены вводами Нила, во время строительства Саделяли, Высотной Суанской плотины, Бухен, Мергиса, Уранарти, Дергонарти, огромное количество этих крепостей, их все основал Синусер III. Он был совершенно невероятным, как бы сейчас сказали, успешным администратором, но действительно успешным администратором, и очень успешным воином. Очень жестко подавлял отдельные восстания, потому что, особенно Нубийцы, лучники, отдельные племена, они жестко противостояли египетскому владычеству. Он их все поверг, он всех попрал для того, чтобы на порогах Нила быстро проходили египетские военные корабли, а через пороги переносить корабль очень тяжело. Были сделаны каналы, но не с водой в обход этих порогов. Они были набиты илом. Илом поливали, ил поливали водой, и корабли волоком по илу перетаскивали с огромной скоростью через порог для того, чтобы миновать естественно речные преграды. В районе первого и второго порога Нила сохранились эти каналы, и это поразительно. Вот в районе второго порога Нила в окаменевшем уже Иле там сотни тысяч отпечатков, следов мужских ног, то есть это ноги древних тех египтян, которые перетаскивали там корабли в последний момент. Он успешный царь, и, в общем, если очень честно, потопив Нубию в крови, он дальше стал кем, правильно, святым покровителем южных земель, который почитался там на протяжении многих веков последующими царями. Тутмос III, XV век до Новой эры, великий завоеватель, 360 с лишним городов. Египетская империя, мы условно применяем к этому периоду это слово, она простиралась от Нахарины, то есть от Южной Турции, до Корои, до третьего порога Нила в нынешнем Судане. Грандиозное царство, которое обеспечивалось крепостями, наместниками, гарнизонами и так далее. Это фрагмент рельефа на одном из пилонов Карнака. Вы видите его все в той же позе, побивающем, вот это в шутку иногда в египтологии называют петрушкой, вот это пучок иноземных правителей, которых он побивает перед богом Омоном. Рамсес Великий, XIII век до Новой эры, ну, если очень честно, он был не очень успешным воином, но пропаганда была невероятная, поэтому объявляла его очень успешным. То же самое он побивает пучок врагов перед статуей бога Омона на рельефе своего храма скального в Абу-Симбеле. В египетском искусстве и в египетской царской идеологии плененные земли изображались плененными в прямом смысле этого слова. И вот на этом рельефе вы видите изображение крепости вот с такими бастионами. Из крепости по пояс высовывается фигура африканского пленника. Мы видим, что это негроид. Руки у него связаны сзади, более того, у него на шее затянута лилия Верхнего Египта, то есть его дыхание зависит от того, дают ли ему дышать. А то, что у него внутри вот этого овала петля это УА, изображение хищной птицы это А и Т хлебец в конце. УА, УАТ это центральная нубия. Это конкретная географическая локация и он один из ряда, как вы видите, таких плененных. В одном из помещений храма Омона в Карнаке при Тутмосе третьем был сделан проход. Вот вы идете, он сейчас не очень хорошо сохранился и у вас с южной стороны все нубийские земли вот так вот на веревке, а с северной стороны все географически соотнесено, все азиатские народы. Вот это египетская официальная пропаганда того, что Египет это МААТ, все остальное это искаженный мир, это Исефет. Когда египтяне приплывали в новые какие-то земли, они переосвещали и статуями богов, и жертвоприношениями новую землю, которая становилась частью их мира. Немножко еще военных изображений. Это взятие Ашкелона при Мернептахе при сыне Рамсеса II. Вот видите, здесь крепость, египетский войн ломает двери, и уже все просят о пощаде, вот эта вот просьба к огромной фигуре царя, который, естественно, был тоже на этом рельефе изображен. Часть успешного царя-воителя это еще и охота. Есть большое количество от успешных, от ярких царей упоминаний о львиной охоте в пустыне, а кто-то из благочестивых царей говорит, что он никогда не охотился ни на каких львов в священные дни богини Бастерд, поскольку она, как львица и кошка, соответственно, им покровительствовала. То, что сейчас перед вами, это фрагмент футляра для лука Тутанхамона. И здесь замечательная сцена, царь несется на колеснице, стреляет из лука, его собаки, кстати, у Тутанхамона, судя по всему, были любимые собаки, потому что на его детских изображениях всегда с ним собака. И вот на многих других изображениях любимые собаки встречаются, простите, чаще, чем у других царей. Это всегда добыча, фрагмент царского пахала, это центральная часть, в которую вставлялись страусиные перья. И вот вам добытых страусов на охоте царя несут слуги перед своим владыкой. В охоте всегда был сакральный подтекст. Замечательная статуя Тутанхамона на челне. Если мы внимательно рассмотрим ее, то такой простой тростниковый челн, которых много было в нильских зарослях, стоит на нем царь, у него в руках гарпун, и еще от гарпуна медная проволока такая в другой руке. Царь вновь становится тем самым хором, великим попирателем хаоса. Хаос в данном случае восплощает сетх, соответственно, это бегемот, который плывет в нильских водах. Хаоса здесь не видно, он не может быть изображен. И словно хор царь должен воткнуть гарпун, побить гиппопотамы, тем самым овладеть силами хаоса. Охота на гиппопотама была принята в прицарском доме, но в тех изображениях в гробницах вельмож, где она есть, всегда огромный вельможа, огромные заросли, маленький такой гиппопотам, потому что он должен быть априори с магической точки зрения уязвимым и жалким по отношению к великому бойцу, который устанавливает истину. Ну и, конечно, вот эти элементы царской пропаганды военные, они всегда изображаются на внешних стенах храма, потому что они еще и защищают храм от любых сил хаоса. Великолепный пилон храма бога Хора в Эдфу. Приглядитесь, с двух сторон вы видите изображение царской фигуры. Это Птолемий XII. Это отец Клеопатры. Это отец Клеопатры, который стоит в своем втором веке до новой эры, рубеж второго, первого века, первый даже век до новой эры, прошу прощения, и он в той же позе, что Нормер, на своей палетке. Ничего не изменилось по своей сути, хотя, конечно, это уже и греко-римские властители, человек, не знавший египетского языка. Вторая задача царя, как того, кто должен нести Маат во Вселенную, это строительство храмов. Рамсес царь могучий, воздвигающий памятники в доме отца своего Омона, творящий его дом в вечности и бесконечности. Вот царь склонил сердце свое к строительству памятников. Во сне ли, бодрствуя ли, не переставал он размышлять о сотворении вещей прекрасных. Это его величество отдавало приказания и руководил работой. Все намерения его исполнялись незамедлительно, как у отца его бога Птаха, которому подобен он великолепие создания вещей прекрасных, сотворенных в красоте и навечно. Все страны под ногой твоей, о царь-повелитель девяти луков, владыка обеих земель Рамсес. Воздвиг он это для отца своего Омона-ра, владыки Фиф. Построил он храм духа Рамсеса, мире Омона, в доме Омона выпитый суд. Вот так назывался гипостиль Карнака в 13 веке, в древние времена. Построил из белого песчаника место отдохновения царя богов, прекрасное убежище для божественной девятирицы, окруженная колоннами, стены его подобны двум горам. Достигает красота его высоты небес, говорит Омон. Смотрите, боги, вот этот прекрасный, чистый, прочный храм, что сын мой, возлюбленный, от плоти моей, царь Рамсес, воздвиг для меня. Его родил я, дабы сотворить прекрасное для дома своего. Его создал я, по подобию членов моих, дабы праздновать выхождение моего ука. Вы, боги, должны наградить его жизнью в умиротворении. Вы должны сотворить его будущее, сделать его подобным среди вас. И будет он духом, как вы духи, и будет он богом, как вы боги, и будет процветать имя его, как процветают имена ваши до конца времен и навечно, за то, что сотворил он в Карнаке, говорит Рамсес. Сотворил я это для тебя с любящим сердцем, как сын заботливый для отца своего. Доживет же благой бог, воздвигающий храмы для отца своего Амона Ра. Это элемент триумфального текста Рамсеса II, который построил невероятно. Начинал, на самом деле, не он, начинал проектировать это зодчий майя при Тутанхамоне, соответственно, несколько царей строили это, но великий дом возвышения духа Амона вознесся именно при нем, 134 колонны. Я напомню, что территория гипостильного зала в Карнаке, который один из залов храма, вмещает в себя свободно весь собор Святого Петра в Риме. Весь. Центральная колоннада 21,5 метр, центральный неф, боковые нефы 16 метров, в разнице между нефами окна, сквозь которые свет проходил в это пространство, большая часть которого была не просто расписана, но обида золотом. И все эти колонны своими формами воссоздают легенду об Ахбит, о великих предвечных болотах, где на цветке водяной рождается солнце и творится мир. Поэтому боковые все пределы зала это не сотворенный мир, а центральный нефы с распустившимися папирусами и осеянной солнечным светом это и есть творение. Вот он мир, созданный заново Рамсесом, который законный наследник мира, богов. На одной из стен гипостиля, чудесный рельеф, Рамсес стоит перед святилищем, он выжигает светильник, внутри святилища его небесные родители, бог Амон и его супруга, богиня Муд, которая обнимает вот в таком удивительном трогательном объятии своего мужа, великого небесного владыку. Богослужение, оно в Египте возможно только от имени царя. Это очень важная вещь. То есть понятно, что царь не может служить во всех храмах Египта одновременно, но верховный жрец, он получает от царя разрешение представляться, быть наместником царя во время богослужения, потому что каждое богослужение строится по очень сложному и простому одновременно принципу. Задача сделать так, чтобы в момент богослужения духи богов пошли в свои культовые статуи, время обнулилось, время как самый страшный враг человека и богов, и алтарь становится тем местом, которое уподоблено изначальному холму суши сотворенным божеством. То есть это постоянная машина по обновлению мира. Великолепный рельеф из Абедоса, отец Рамсеса II, Свети I сейчас перед нами, он держит в руках фигурку богини Маат, богини Истины. Перед ним в наусе в священном Осирис, Исида и Хор, великая триада Абедоса. То, что сейчас выделено двумя зелеными прямоугольниками, вертикальный, там написано дарование Истины владыке Истины, то есть он Истину дарит тому, откуда она происходит. А дальше, если вы посмотрите на горизонтальный прямоугольник, то увидите, что основание престола Осириса имеет такой склон спереди. Это вовсе не помост, это в профиле изображенный в качестве основания престола иероглифа имени богини Маат. Он тот, кто хетопхер Маат, умиротворенный на истине. Задача очень простая, Маат две. Очень часто, кстати, задают этот вопрос, почему в Египте две истины, потому что одна земная, другая небесная. И если царь праведен, если мир благополучен, если все хорошо, если ритуал совершен, то, когда он дает Маат, Маат земная соединяется с Маат небесный в невиком резонансе, и вот именно внутри вот этого небесного резонанса божественные духи входят в культовые статуи. Принцип Маат, он абсолютно пронизывающий для египетской культуры. Напомню, три уровня. Уровень космический, заход-восход солнца, луны, звезд, ритм, нила, это все космический уровень Маат. Уровень земли, закон, общественные правила, норма, она великая госпожа правосудия. И уровень личный, это праведность, искренность, чистота сердца, следование закону. И соответственно, вот этот принцип жертвования истины, истины, владыки истины, это основа богослужения. А вообще, это специальный ритуал, когда открываются двери золотого науса, статуя умощается, на нее надеваются новые одежды, подносятся жертвоприношения, играют на великих арфах, дымят великими благовониями, традиционно, либо сенечер, то, что делает божественным, это ладан, либо антию, это мира. И дальше, когда богослужение заканчивается, царь своей печатью опечатает золотой наус, и он пятится от науса, и весь пол святилища он покрыт вручную, отобранным крупным песком. И он специальным золотым веником заметает перед собой свои собственные следы, для того, чтобы дальше было видно, что никто не посягал на святыню, никто не прикасался к божественной статуе. Вы догадываетесь, что на самом деле все на порядке сложнее. И за каждым действием, еще 10 действий, мы многое знаем, еще больше мы не знаем, естественно, но тем не менее, вот это основа египетского богослужения. На самом деле, в этом есть еще и магический посыл. Вот этот потрясающий кадр, это одно из святилища Бедоса, это святилища Исиды в храме Сати первого. Давайте посмотрим логику. Царь, везде каждая сцена, царь, что-то делает. Благовониями дымит, водой льет, дары подносит. Он что-то делает. Перед ним везде стоит богиня. И везде комментирующий текст. И дальше происходит одна очень интересная вещь. Текст пишет, что я, условный царь, Сати первой, даю тебе, великая богиня, то-то-то-то-то-то-то-то-то. А она в ответ говорит, я тебе в ответ, даю то-то-то-то-то-то-то-то. И вот если богослужение удачное, и дух богини вошел в культовую статую, то она не только в культовую статую входит, а в каждое свое изображение. И в этот момент то, что написано, входит в реальность, материализуется, и таким образом все благопожелания обретают свою материальную форму и входят в этот мир. И все это, вот эта великая благодать, которая исходит от храма. Один из фрагментов этого рельефа, вот перед вами великолепная золотой плотью богини Исида, царь Сети держит жертвенник с дарами. Что входило в жертвы? Различные сорта хлеба до 17 видов, различные сорта пива, мясо домашних и диких животных, различные птицы, фрукты, в основном гранаты, виноград, фиги, финики, овощи, лук, чеснок и то, что египтяне называли биддукау. Биддукау – это все бахчевые. Кабачки, арбузы, не арбузы, кстати, знали, вот все, что на бахче выращивается, это биддукау. Мед, молоко и вино, масло и благовоние, лампы и фитили, отдельно к ним, ткани, воск, соль и натрон, природная смесь соды и соли, которая использовалась для очистительных церемоний. Все царские инсигнии, ювелирные изделия и элементы костюма, которые можно было бы преподнести божеству. И вы можете себе представить, насколько это было богато. Естественно, после богослужения жертвенные дары разбирались, что-то съедали жрецы, что-то жертвовалось от храма бедным. То есть это было основой большой экономической модели, во главе которой стал каждый храм. Но, поднося жертвы, царь восходил к одному очень важному принципу, который нам обязательно нужно своим понять. На секундочку, вспомним легенду об Осирисе Исиде. Осирис, убитый своим братом Сетхом, его сын, рожденный Исиде, Хор должен оживить отца. И вот уже и Сетх повержен, и тело Осириса собрано из кусков. Вот все уже сделано, Осирис не возрождается. Тогда он, Хор, берет свой собственный глаз, который во время битвы вырвал у него Сетх, и дает проглотить отцу. И ввиду того, что глаз был самой большой жертвой, кусок плоти от себя, оторвал, которая возможна, то именно проглотив Око, Хора, Уджад, Осирис начинает возрождаться к вечной жизни. Перед вами великолепный Око, Хор, Уджад, это подвеска пекторали с гробницей Тутанхамона. Кстати, опять же, Геральди, Казмия, Уаджит, Север и Гриф, Нех, Бет, Юг здесь. И в итоге основные формулы жертвоприношения, они очень интересные. Когда царь говорит, даю я тебе, о великий бог, пеленые, благовония, как Око, Хора, Уджад, даю я тебе фрукты, хлеб, мясо, как Око, Хора, Уджад, как самую большую жертву, которая возможна в принципе. Потому что на самом деле в процессе жертвоприношения решается одна очень важная задача. Вот есть бог, он сотворил землю, на земле вырос хлеб, сжинается хлеб, испекается блока. И когда царь приходит с батоном к богу, то он жертвует богу богово. И здесь возникает вопрос, а что есть жертва? Жертва, вот это материальное, она в египетских текстах представляется как материальное тело душевного посыла. Он жертвует импульс сердца, он жертвует светильник, который символ его души, он жертвует фигуру богини мат, потому что богу-то хлеб не нужен, он его сам сотворил. А вот то, что вкладывается в этот хлеб, вот это есть жертва, потому что богу-богово дарить бессмысленно. И в огромном количестве ритуальных текстов Египет блестяще совершенно обсуждает вот эту этику жертвоприношения. Так что бог-то получает от человека? А получает вот этот самый божественный посыл. Ну и еще среди жертвоприношений часто в Египте присутствуют различные элементы, которые символизируют хаос. Хаос нужно попрать. В Эбидосе, это уже рельеф Рамсеса II, процессе богов, которые за канат держат сеть. И сеть наброшена на болото, в котором море птиц. Вот эти утки это символ хаоса. И буквально следующий рельеф, который продолжает эту композицию, вы видите здесь Рамсеса II и его наследного сына принца Аминхер Хипешефа, который что держит в руках? Уток. И эти утки они подносят Амону и Муд. Утки, страшный красный бык, который символизирует Сетха. Наверное, самый интересный образ, и вы поймете, почему. Орикс, пустынная антилопа. Пустынная антилопа, которую ловит, в которой вкладывается представление о зле в великом хаосе, которая приносится в жертву. Ну вот тот самый козел отпущения более поздних религиозных форм, который на самом деле исходит из ритуала египетского бога Саккара, бога смерти. Это все тоже приходит в Египет. Поэтому обязательно, да, иногда изображения пленников, Египет очень миролюбив, они за редчайшими случаями никогда не приносили человека в жертву. Последнее жертвоприношение известно, это 28 век до Новой Эры, это вторая династия. Очень редко в печах великой богини-матери сжигали клятву преступников, либо каких-то вредоносных персонажей, но это редчайшие случаи за всю египетскую историю. В основном они очень миролюбивы, и человеческих жертв не было. Но у нас же есть в Египте два представления о двух формах времени. Одно время наше Нехех, это бесконечность, солнце вращается, восход, закат, вот это все, да, это изменяющееся время. А есть время загробного мира, джет, вечность, где все незыблемо. И если мы хотим как-то упрочить наш мир, то нам нужно максимально много из вечности привнести в нашу изменчивость. Поэтому среди жертвенных даров царей, очень часто царь дарит изображение самого себя, совершающего жертву. Потому что с точки зрения вечности эта статуя вечно приносит жертву. И когда мы видим многочисленные статуи царей или вельмож, которых в руках какое-то жертвоприношение, это по сути не просто статуя изображенного, а это воплощенное в камне действие, магическое действие по постоянному кормлению иного мира. Фрагмент рельефа из Луксорского храма сейчас перед нами. Царь Аминхотеп III изображен в образе сфинкса, держащего сосуд с благовонным маслом, форма указывает на содержимое. И чуть дальше тоже он же, имя его Небмаатра подписано в виде такой коленопреклоненной фигуры, которая тоже жертвует масла. Ну и, конечно, всегда благовония с этой первой перед Осирисом и Исидой из Абидоса и в руках у него курильница. Называлась она Асетэш, считалось, что это локоть бога хора, что это буквально вот рука хора, и в центре, в чашечке, которая храняет царская фигура, держались зерна ладана. Ладан не вываривался, это было настоящее смола ладаного дерева. В той чашке, которая стоит, на открытой ладони были угли, и царь сыпет на угли ладан и воскуряет его или миру перед ликом богов во время богослужения. Соответственно, успешный царь, это тот царь, который много дал богам. Когда он помимо богу богов дал то, что могла принести его земля. Но и в ответ боги тоже много чего дают. Рельеф изображает бога Амона, который целует Тутмоса Третьего своего законного земного сына. Что дары богов, что боги дают взамен? Все составляющие жизни, то бишь, жизнь, незыблемость, силу, здоровье, и очень красивый термин Аутиб, ликование сердца. Это такое счастье в высшей своей форме. Дают власть над всеми странами царю. Дают ему во владение Кемит и Дешрет, черную землю, красную землю, то есть долину Нила и пустыню. Юг и север дают ему во власть, дают ему двойную корону, дают ему силу править, причем четыре вида разной силы, как можно править землей. Я не буду в это сейчас вдаваться, значит, мы здесь с вами останемся ночевать. Победоносность над девятью луками, многие праздники Сед, праздники обновления жизненной силы, очень интересная Дар и Аут, и Натум, это трон Атума, извечный трон, то есть даже не хора, а предвечных богов, показывая, какой он достойный наследник. Жизненный срок Ра, годы Атума, миллионы, миллионы, миллионы лет правления, причем это может быть еще такое правление, которое длится, вот это, наверное, мечта многих и в нашем мире, пока существует небо, пока длится земля, есть власть твоя, это прямая цитата. Или вот еще тоже прекрасно, имя твое прочно, как небо, памятники твои существуют вечно. Ну и, наконец, так немножко в конце этого списка абсолютно разные, тут пять разных категорий дары земли, ну то есть дары плодородия, то есть земля будет плодоплодородной, успешной, но она всегда на последнем месте. Все, что вот я перечислил, я перечислил с точки зрения важности среди подарков богов. Я очень быстро покажу несколько великих памятников, все они отражают одну и ту же идею. Власть не просто священна, власть оберегаема. Луксорский музей, бог Омон держит ладони за затылком царя Ахоремхеба в жести сетепса, установления магической защиты, то есть это бог, который защищает своего сына-наследника. Царь изображается одинакового роста с богами и богинями. Вот здесь царь Тутмос I, он левый в этой триаде из Карнака, который хранится в Каэре, он здесь равен богам. Не могу не показать два рельефа из абидоса, потому что красота невозможная. Бог Луны, Хонсу, дарует ноздрям, то бишь дыхание сетя I, внутри этого дыхания знак жизни и два знака власти. Ну и еще один абидос, потому что тоже невозможно не показать. И Сида держит на своих коленях сетя как собственного младенца. И вот там мириады иероглифических текстов, которые рассказывают, что царь получит взамен. Еще одна очень важная вещь, ведь по отношению к царю боги-то они его предки. И поэтому в специальных ритуалах подчеркивается то, что царь, ну например, умощая, вот здесь он таким специальным жестом показывает мизинец, он умощает благовонием статую бога Осириса, умощая, поднося дары, вспоминая имена предков, он кормит Аху, он кормит еще и духов предков. В ответ предки дают живущим поколениям жизненную силу, потому что вот эта жизненная сила Ка и жизненная сила царя, это есть сила жизни многих поколений, от поколений, ушедших к поколениям будущим. В храме царь присутствует не только на изображениях, но и в виде колоссов. Турин, египетский музей, большой зал скульптуры, для того, чтобы эту статую с эти второго из карнаков тащить в музей, разбирали часть музейной стены на Виа-де-Л'Академия в Турине, потому что никакой вход его не выдерживал. Я покажу вам разные колоссы, тоже великолепные работы вот этого прекрасного архитектора Франко Мунье. Вот синяя стрелка показывает на колоссе Амсеса Великого упавший колоссе Амиссиума. Вы видите разные, вполне конкретные статуи из разных храмов Египта. Но вот высота приличного колосса от 10 метров ближе к 20. И вот этот колосс, 20-метровый Аминхотеп III, когда-то стоял кварцитовый, невероятный, перед 10-м пилоном Луксорского храма. Сейчас от него остался постамент, ноги и огромное количество фрагментов. Вот такие ноги. Вот это снято с высоты моего роста. Дальше на постаменте 20 метров и выглядело это вот так. Когда-то, да. Ну и, конечно же, внутри пространства царской колоссальной скульптуры, опять же, море символики, луксорские колоссы Амсеса, у каждого у ноги стоит любимая жена Нефертари, либо одна из других жен, которые имели очень высокий статус, но по отношению к царю она до колена. И, наконец, на боковой части престола два духа Нила, два хапи, связывают воедино лилию и папирус, верхний и нижний Египет, вокруг знака трахеи легких. Когда связаны верхний и нижний Египет, то Египет дышит. Тогда дыхание жизни проходит внутрь сердца, и страна жива. Царские колоссы были объектами поклонения в музее Ромера и Пелитеса в Хильдесхайме. Вот этот замечательный рельеф, эта стела хранится. В верхней части, во-первых, царь Ромсес подносит фигурку богини Ман, богу Птаху, а дальше окно явлений. Что это такое? На высоте второго этажа было прямое, настоящее окно, отделанное золотом, драгоценными материалами. На балкончике, опираясь на подушку, появлялся царь, и дальше конкретный вельможа, который изготовил эту стелу, он на самом деле оставил в вечности воспоминания о том, как его царь награждал. Потому что оттуда кольца, браслеты, ордена, то есть просто закидывали золотом этого человека. И нижняя часть, как раз тоже вы видите, рядом стоя со своим колоссом, Ромсес жертвует море всяких подарков этому персонажу. Я уже говорил, что колоссы воспринимались как живые существа. Еще одна стела с царским колоссом. И обратите внимание, что за колоссом четыре уха. Если вы внимательно исследуете египетское искусство, вы знаете, что у царских изображений часто очень большие уши. Они сделаны для того, чтобы царь слышал молитву, ведь он же великий посредник между этим миром и миром иным. Почему четыре? Не потому, что у царя четыре уха, а потому, что четыре стороны света. И с какой бы стороны света молитва не дошла бы до ушей царских, то вот такой обожественный колосс, который, вот тут, кстати, имя его написано Хикаин Хикау, Властитель Властителей называлась эта статуя. Это все конкретные статуи, которые когда-то стояли в разных храмах Египта. И вот Рамсес, внимание, почитает собственную статую. Самообожествления в культе многих египетских царей было достаточно много. В Луксорском музее хранится вот эта статуя, найденная под полами Луксорского храма. Это обожествленный Менхотеп III. Он поклонялся собственной вот этой статуе. Более того, если вы присмотритесь, то статуя стоит на салазках. Салазки в профиль это иероглиф тем, завершенный, это имя бога от ума. То есть он и иконографически, и текстуально через вот такой ребус он отождествляется с вечерним солнцем, сам себе поклоняется. Очень интересно, что многие части статуи, например, браслеты, подвеска на груди, кажется, что не завершены. На самом деле это не так. Статуя сделана из кварцита, еще он искристый, никакой кадр не передает. Он искрится весь в Луксорском музее. А там, где вот эта матовая поверхность, это поверхность под золочение, просто золото ободрали. Он был весь обит золотом. То есть у него была золотая набедренная повязка, браслеты, корона, корона Нижнего Египта была тоже обита золотом. То есть памятник был невероятный. Ну и, наверное, перещеголял его только Рамсес II, Абусимбел, колосса высотой 21 метр, над входом ребус, который составляет царское имя, Осермаатра, и в святилище, справа налево, Рахарахты, бог солнца, сам Рамсес, бог Амон и бог Птах, который всегда остается в темноте, как бог сокровенных сил земли. То есть он в святилище сидит среди четырех богов. В собственном заупокойном храме в Эбидосе Рамсес изображается божеством на солнечной ладье и у него вокруг уха вот этот рок, это рок высшей божественности. Именно этот рок высшей божественности потом войдет в иконографию Александра Македонского после его египетской коронации. Откуда Александр двурогий? На самом деле этот символ был известен задолго до него. Вот вам 13 век до новой эры, пожалуйста. Маленький элемент иконографии царя, но важный это сфинкс, потому что Шесеп Анг образ живой, он связывает царя с солнечным богом. Ну понятно, великолепный сфинкс Аминхотепа III из Петербурга, университетская набережная, ну и собрание музея Метрополитена «Кусок царского престола». Это подлокотник с изображением, когда сфинкс повергает врагов египетского государства. Посмотрите вот на это. Это очень такой непростой памятник. Британский музей. Это сфинкс, терзающий иноземца. Он очень живо выполнен для египетского искусства. Здесь буквально когти он раздирает это тело. Сфинкс – это еще один символ царя, как солнечного владыки. В храме можно остаться надписью, можно остаться колоссом, можно остаться обелиском. Обелиски – очень древний солнечный символ. Огромное количество, как вы помните, обелисков вывезено в один Рим, по-моему, 17 обелисков в Риме. Каллигул очень активно вывозил обелиски, многие другие римские императоры. Но меня сейчас интересует другое. Это карнак, это обелиски справа Тутмоса I, то есть XVI век до новой эры слева, обелиск его дочери, фараона, женщины Хаджипсут. Изначально, это сейчас будет нам важно, они стояли, они не парные, это так кажется на кадре. Было два обелиска Тутмоса I, а потом два обелиска Хаджипсут. То есть Хаджипсут, левый обелиск, он стоит сильно дальше, первый обелиск. На обелисках всегда надписи, титулатуры, имена, прославляющие царя. И вот, что здесь написано в том фрагменте, который я вам показываю. Сотворил он в качестве памятников своих для отца своего Омона Ра, того, кто во главе двух земель, вознес он два обелиска великих. Меня интересует слово, выделенное красным прямоугольником. Мену. Я перевел его как памятники, но это на самом деле очень условный перевод, который понятен на европейских языках. Что такое мену? Мену – это твое творение, максимально возможное для тебя в этот момент. То есть если ты в меру своего состояния можешь заказать богому на обелиск, мену, но если ты нищий человек, у тебя горшок с водой или корова вылеплена из теста, другой нет, и ты ее принес, но у тебя действительно больше ничего нет, то это тоже мену. Вот это представление о высшем даре, который ты можешь сделать в мир богов, оно делает египетские тексты о творениях невероятно многогранными, и вот этот термин в мену, во взаимодействии бога и царя, он играет очень большую роль. Важно, чтобы царь был легитимным. Если царь нелегитимен, это трагедия. Перед нами сейчас два царя. Нарелефис Карнака первый, это царь Мааткара. Второй, имя написано сверху, это царь Менхиперра. Мааткара – это родный имя Хадшипсут, фараона женщины, который стоит здесь впереди своего пасынка, тотмаса третьего, законного наследника. Такая история в Египте случалась неоднократно, на то были отдельные разговоры, но я просто напомню, что воцаряясь, женщина все равно изображает себя в мужском обличье по одной простой причине. Если у мужчины Ка, то у женщины Химуст, у женщины другая творящая энергия. И у них другие принципы и другие цели у этих энергий. И через Химуст, который в основном родильная энергия, созидательная, не передается Ка, а соответственно, раз не передается Ка, то не передается Чауэн, а дыхание вечной жизни, которое исходит от богов. Поэтому, когда статуи Хадшипсут громили, оба памятника из собрания музея Метрополита, то громили не Хадшипсут, а царя Маткара. И уничтожали в основном мужские изображения, а женские оставались. Это была попытка стереть из истории нелегитимного царя, оставив супругу бога, Хадшипсут, в тех памятниках, в тех случаях, когда она занимала свое место. Задолго до Хадшипсут, в конце Среднего царства, правила еще одна удивительная дама, таких имен несколько, но памятник роскошен, я не могу его не показать, это Лувр, это Нефрусебек, это одна из женщин, ставшая фараоном, это соответственно с 18 века до новой эры. Давайте посмотрим на эту статую. У нее женская грудь, частью мужского головного платка, платье, поверх платья надет царский передник, и вот здесь видно плохо, в центре, я сейчас вам выделю это место, там имена. Я не буду их читать, я обращу внимание только на одну деталь. Вот первое имя, вы уже все пропечатлены, титулатуру практически все знаете. Первое имя, хор на дворце, рядом с хором, красная стрелка показывает нейроглиф Т, это женский род. Соколица, такая-то, дальше две владычицы, гриф и кобра, и опять только не гусь, а гусь с хлебцем, не сын, а дочь. И если в общих словах, то внутри титулатуры старшие имена с женским родом, а имена, которые как бы царь Верхнего и Нижнего Египта, вполне мужские. То есть все равно, несмотря на мужское изображение, богам ты не соврешь. И здесь вот эта попытка заполучить дыхание вечной жизни и стать легитимным правителем, она была велика. Я сегодня говорил уже о царском женском доме, поэтому просто напомню, что вокруг царя и его многочисленные супруги потрясающий памятник, который сейчас хранится в Бостонском музее зрячных искусств. Это Минкаура, строитель третьей пирамиды в Гизе со своей женой Хаммерер Непти II. Из Гроуваки выполнен этот шедевр. Посмотрите, как она его обнимает. Несмотря на всю каноничность и холодность искусства эпохи пирамид, вот эта трепетность и любовь, она здесь показана жестом. Помимо великой супруги царской, существовало огромное количество наложниц, младших дам женского дома. Великолепная крышка сосуда для внутренностей изображает Кию, иноземную, судя по всему, принцессу Туду Хеппу, которая прибыла к египетскому двору и стала одной из младших жен Эхнатона и соперницы Нефертити. Потрясающая работа из Травертина в музее Метрополитен Нью-Йорк. Особая роль, как мы уже с вами знаем, при дворе отдавалась великой матери царской. Я специально показываю неизбитый, но, по-моему, очень трепетный такой памятник. Это Тутмос IV со своей матерью, царицей Тиаа. Они обнимают друг друга. И вот если этот памятник из Каирского музея в скульптуре, то на рельефе из Карнака вновь опять он и за ним идет его великая любимая мать. Очень часто, как и в этом случае, бывало так, что на самом деле сына рождала не Великая Собога Царская, а одна из жен Царского дома. И вот в этом случае и много раз еще обычно такие парадные изображения царицы появлялись не при мужем, а при сыне. При мужа она была одной из. Но так получилось, что родила сына и потом еще получила соответственно статус матери-наследника престола. И вот когда он становится фараоном, то он любимую маму изображает в многочисленных памятниках, порой колоссах. И пока Великая Мать Царская жива, Великая Собруга Царская, простите мне это слово, тихо ходит рядом по стенке, потому что есть много свидетельств, когда даже с точки зрения инсигнии и одеяний, в роскошных одеяниях идет, например, Мутуя, мать Рамсеса II, а Великая, всеми любимая Нефертари в аккуратном жирическом платье следует за ней, ни в коем случае не играя здесь первую роль. Естественно, особая структура дворца и царского дома это царские дети. Великолепные, рафинированные, тонкие, изящные дочки Рамсеса II из Абидоса. Рядом с каждой подписано имя. Очень важный титул, везде написано «Энмейтеев» «От плоти его». То есть она действительно родная дочь, а не какая-нибудь там еще. Но в случае того же Рамсеса II 59 официально признанных жен, больше 130 детей. Но это, конечно, это редко такое было, я честно говорю. Он в этом плане максималист. И дальше, представьте себе, у нас есть источники, я вкратце упомяну, что, например, там условно 59-й сын, но вот ему никак царский престол не грозит. Более того, вообще-то еще и жреческие должности разобраны. А в крестьяне царскому сыну не пригожаете. Есть история, вот так один из сыновей какой-то там по счету, он уехал в Финикею, на территории современного Ливана, а там-то он царский сын. Он, естественно, тут женился на дочери самого богатого финикийского купца, стал местным, крупным купцом, таким дельцом, который управлял массой капитала, если так можно сказать, массой имущества, говоря более корректно. Но он там был египетским принцем, потому что на египетской земле какой-либо должности такому количеству царских детей, конечно, не находилось. Ну и подходя в ритуальной части к финалу, немножко еще нам осталось, потерпите, это изображение Менхотепа III во время праздника Сед, очень важный праздник, большой, почитайте о нем прекрасно, есть литература, праздник обновления жизненных сил. Традиционно первый раз он отмечался на 30-м году правления царя. Что это такое? Делалось очень коротко, делалось статуя на статую, перекладывалась царская усталость. Усталость, проблемы со здоровьем, еще что-то, дальше эту статую погребали в гробницу специальную. Очищенный царь встречался с богами, которые должны были воплотиться в своих статуях, и, наконец, его представляли удивительному существу, его называли хеджур, великий белый, это крошечный павиан-альбинос, который символизировался бы всех предков египетского царя, его особо задержали в храмах, и дальше очень многоструктурный ритуал, он обновленный должен был править. После 30-го года можно праздновать сколь угодно, часто, и обычно, если царю хотелось решить какую-то проблему, ну и плюс еще это такая пирушка, вечеринка, и количество вина выпивалось просто гигантское, судя по оставшимся биркам от винных сосудов, это еще и такое празднество большое для всего двора. А можно ли изобразить старого царя? Предельно редко. Это только, пожалуй, эпоха Амарны, когда были при Эхнатоне и Нефертите упражнены каноны искусства. Редчайший памятник перед вами Британский музей Лондон, это частная стела с изображением старенького Менхотепа III и старенькой его любимой жены царицы Тея, которые приехали ко двору своего сына Эхнатона в Амарну для того, чтобы принять участие в какой-то церемонии. Дальше египетский текст практически никогда не говорит напрямую о смерти царя. «Вознесся на небеса и стал золотым соколом, ибо сердце царя утомилось и стал он Богом живым». И так далее. Вот сочетание «царь умер» не может быть написано в египетском языке. Это ритуальное преступление, потому что царь априори живой, он просто из жизни земной, как в общем-то и все умершие, переходит в жизнь вечную. Но только если о простом человеке можно сказать, что он умер, то о царе сказать «умер» ни в коем случае нельзя. Что остается? Остается память. И здесь получается одна очень сложная задача, потому что с одной стороны хочется свои памятники, такое очень человеческое чувство оставить на века, а с другой стороны задается вопрос, а сам чужие памятники узурпировал? Потому что очень многие цари для того, чтобы украсить свой собственный храм перетаскивали статуи более древних царей, перерезали имена и иногда чуть-чуть изменяли лицо и выдавали их за свои статуи. В египетском каноне статуя будет принадлежать тому, чье имя на ней написано. И когда мы видим с вами вот это, например, в Меденет-Абу, в огромном храме Рамсеса III, сам Рамсес III, вот, кстати, окно явлений, и он принимает доклад о триумфальной победе у войск, вот то, что там кучкой такое лежит, это руки отрубленных врагов на самом деле. Посмотрите внимательно на глубину иероглифического текста и на глубину царских имен. Они очень разные. Для того, чтобы вы это увидели детально, я вам покажу увеличенный кадр. В царские имена в Меденет-Абу руку можно вставить, то есть там больше 20 сантиметров. Так обычно делали те цари, которые сами активно узурпировали памятники предкам. Рамсес III очень активно этим занимался и абсолютно получив совершенство, наверное, в этом, он пытался таким образом обезопасить свое имя. Да и умирал своей смертью царь не всегда. В эпоху пирамид, в эпоху царя Тети, в жизнеописании бельмужа Уны рассказывается о том, что он был единственным допущенным к поведению тайного дела против царицы Уред-Хетес, которая в итоге возбудила царскую стражу, которая и убила царя Тети. Сам Рамсес III, который сейчас перед нами кончил не очень хорошо. Турин, египетский музей, один из папирусов, который рассказывает о знаменитых царских заговорах. Я в двух словах напомню, потому что эта история известная. Против Рамсеса III восстали его жены, и сначала женщины пытались убить его колдовством. Колдовство не сработало, хотя они украли книгу из библиотеки Рамесеума, книгу магических заклинаний из соседнего храма. Дальше они подкупили всю охрану женского дома, делали восковые фигурки, пытались восковыми фигурками, абсолютно верно, подсказывать в зале опытные люди, пронзив их металлическими иглами, извести царя тоже не получилось. Но получилось другое. Когда не так давно была исследована заново мумия Рамсеса III, на него напали, видимо, когда он шел в каком-то узком коридоре, ему отсекли очень острым орудием большой палец ноги. И когда он упал, ему перерезали горло обсидиановым лезвием так, что изнутри частично перерезан позвоночный столб. И это место было, когда бальзамировали царскую мумию, оно было не просто запелено, вот это перерезанное шею, а там еще амулетами все обложили, чтобы как-то восстановить целостность царя. В основе заговора старела царица Тея, одна из младших жен, она хотела поставить на престол своего сына, имени настоящего мы не знаем, его текст условно называют именем Пентаур. В итоге заговор был раскрыт, Рамцесс IV, законный наследник престолов, зашел на трон, царицу ее сына заживо замуровали. Как говорит текст, оставили наедине с самим собой. Среди царских мумий в одном из царских тайников был найден очень красивый безымянный саркофаг, в нем было найдено тело очень рафинированного молодого человека лет 25, в золотых серьгах. Его сначала посадили на кол, потом еще живого сняли с кола, завернули в сырую баранью шкуру, чтобы осквернить, связали, и в конце получилось вот это. Это знаменитый Пентаур, мумия замурованного принца из Каирского музея. Он, судя по всему, это, кстати, подтверждено анализом ДНК, он был сделан в 2011 году, да, действительно, это сын Рамсеса III, и вот этот очень рафинированный человек погиб в результате заговора, который привел к смерти его отца. Подобно Осирису, Рамсес III отправился в свою огромную гробницу в долине царей. Это крышка его саркофага, он, как Осирис, Исида и Нефтида, Исида справа, и Нефтида слева, обнимают его с двух сторон. Крышка сейчас вывезена из гробницы, хранится в музее Фитц Уильям в Кембридже, а дальше царская память. Вот так выглядит храм в Медене Табу, где надписи Рамсеса III имеют больше 20 сантиметров в глубину. Храм в это время был отделен от самой гробницы, гробница, понятно, была в долине царей, в храме имя царя должно было чтиться вечно. Мир к египетской гробнице царской нагромен, поэтому я покажу буквально три кадра. Это тут мы с третьей, который сосет молоко из груди священного древа, из великой Сикаморы. У Сикаморы это вид инжира, действительно млечный сок, и вот на этом столбе в собственной гробнице он сосет грудь своей матери Исидой, как говорит рядом сопроводительный текст, для того, чтобы обрести бессмертие. Или вот так царь Харемхеп изображен сосущим молоко бессмертия из вымени коровы. Потрясающий памятник, который был перевезен кем-то из римских императоров в Рим и сейчас хранится в собрании археологического музея Флоренции. Вы помните тот самый третий раз отпить молока, обрети бессмертие, победить смерть. У нас большое количество сегодня было показано разных царских скульптур, но когда я буду говорить сейчас о царских масках, я не покажу вам стилизованную, хотя очень прекрасную маску Тотанхамона. Приглядитесь к кадру, редчайшему кадру, который справа. Там фрагмент гипсовой массы, который сняли первую в истории человечеству, посмертную маску с лица царя Тетия, вот того самого царя 6-й династии, которого убила по преданию личная стража. Коричневая маска это отливка, сделанная вот в этом совершенно уникальном памятнике, который был найден в пирамиде Тетия в Саккаре. Во Москве в музее изобретательных искусств Мини Пушкина хранится левый памятник, это маска Пепи II, того самого царя, который процарствовал 98 лет. К великой печали в музее она стоит без надлежащей этикетки, а это на самом деле одна из древнейших сохранившихся царских масок еще и такого известного властителя. Царскую смерть тексты, как мы уже говорили, не описывают, но изображают. В гробнице Тотанхамоны был найден замечательный памятник, это царская мумия, на нее надета уже маска и с дальней стороны сетит Ба, условно душа, хотя это более многомерное египетское понятие, птица с человеческой головой, а с этой стороны вновь сидит золотой сокол. Тот самый золотой сокол, воплощением которого стал царь. Ну, наверное, если вспомнить, какое было количество царей, вспомнить, какое количество было гробниц, это гигантский мир, я покажу вам просто несколько таких реперных точек. Это гробница царя Джера в Абедусе, это первая династия, это закрытая экологическая зона, это место, которое в поздней эпохе почиталось как священная гробница Осириса, там проводились ритуалы. Джосер великий священный предок. Совсем недавно пирамида была открыта для гостей, для посетителей, когда известная вам вся история закончится, можно будет поехать в Египет и посмотреть, вот так выглядит 10-метровая шахта под пирамидой, пробкой закрыт проход в центральную погребальную камеру, именно там когда-то был погребен Джосер, вокруг самой центральной камеры под пирамидой более 7 километров подземных ходов. Гиза, про нее мы, наверное, наслышаны больше всего, и именно Гиза стала идеальным символом царственной гробницы, а вовсе не всегда пирамида выглядела так. Справа пирамида царя Синусерта I в лиште, это 20 век до новой эры, он был очень успешный царь, но для быстроты сооружения пирамиды была сделана по другой технологии, была сделана каркасная сетка каменная, заполненная битым кирпичом и илом и закрытой облицовкой. Как только облицовку растащили в более поздние эпохи, получился вот такой хоум, и если не сведущему человеку не показать, он никогда не скажет, что это тоже египетская пирамида. С 25 века до новой эры в погребальных камерах египетских пирамид появляются тексты. Великие тексты пирамид, древнейший религиозный текст в истории человечества, потрясающий кадр, это погребальные камеры царя Уноса, вот здесь впервые не были записаны. Больше 750 изречений, которые должны были вознести душу царя в мир предков, доворовать ему бессмертие, позволить его душе не бояться смерти и тления и вознести его вот в это звездное небо звездами Ах-Ах, души предков покрыт рельефами плиты потолка пирамиды для того, чтобы он мог туда вознестись. Еще один хоум, а между прочим знаменитый царь Амин-Эмхет III, один из величайших египетских царей. Рядом с этой пирамидой в Хаваре когда-то был лабиринт, знаменитый заупокойный храм, один из самых больших в Египте, который до конца так и не был раскопан из-за высоких грунтовых вод. Порой ничто не спасало пирамиды от грабителей, потому что здесь в Хаваре центральная погребальная камера была сделана из единого красного блока кварцита весом 110 тонн. И на эту камеру с открытым верхом, когда было сделано погребение, с помощью специального механизма с высыпающимся песком опускались три плиты весом по 45 тонн каждая. Грабители, я не знаю, сколько десятилетий они сверлили этот кварцит, но грабители просверлили дырку просто в кварците, пролезли внутрь и от царя, погребения царя и его дочери в некруптах осталось совсем немного. 16 век до новой эры уже фивы, гробницы, саф, ряд дословно, в которых вот такие потрясающие саркофаги царей были найдены. Это Сахимрауапматинтеф, 6-й НТФ, в Лувре хранится замечательный саркофаг. Что-то осталось, но они были слишком видны, и тогда появилась долина царей, как последняя попытка скрыть тела, скрыть саркофаги, уберечь гробницы от грабителей и при этом все равно сохранить священный смысл над Тасетат, великим местом, как в древности называлась долина царей, тоже пирамида, только естественная, Дехинат, великая вершина Запада. Я не буду вам напоминать, что таилось в этих гробницах. Вот эти потрясающие саркофаги Татанхамона, помним все. Да, огромный ритуал, огромные машины, которая должна была обязательно отождести царя с Осирисом, чтобы подобно Осирису он обрел новую жизнь, обрел бессмертие. Вот, к сожалению, великие царские гробницы Фив, они очень пострадали. Не все в таком превосходном состоянии, как это, но на это можно смотреть вечно. Это гробницы Рамзеса VI, это великая легенда, спасибо Сережу Куприянову, это его замечательные совершенно кадры, сделанные в долине царей. Это галереи, 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 книга о тайнах загробного мира, книга о великих покоях иного мира, книга неба, книга земли, книга сокровенных пещер. Все это покрыто, это название отдельных текстов, которыми покрыты стены царских гробниц в Фивах. А вот это встречается чаще. Это тоже долина царей, друзья мои. Это 40-я гробница, где когда-то были похоронены дети, принцы и принцессы, дети тут мы со 4-го, а Менхотепа 3-го. И ведь такая сохранность мумий-то фантастическая, вот эта безымянная, к сожалению, оторванная голова какой-то принцессы, которая здесь лежит, это свидетельство тому вандализму, которому подвергались фараоны, несмотря на их священный статус. Мы взяли наши медные инструменты, и мы прорыли гробницу указанного царя сквозь его отдаленнейшую комнату, и мы нашли его подземную комнату, мы взяли зажженные светильники в наши руки, и мы спустились вниз. Мы прорыли щебенку, которую мы нашли у входа в его нишу, и мы нашли этого бога, лежащего в конце его погребального помещения. Мы также нашли погребальную камеру царской супруги Нубхаас, его царственной жены в помещении подле него. Она была укреплена и защищена штукатуркой, покрыта щебенкой. Мы его также прорыли, нашли ее покоящейся подобным же образом. Мы открыли саркофаги и гробы, в которых они находились, и мы нашли почтенную мумию царя, вооруженную оружием. На его шее было большое количество амулетов и драгоценностей и золота, и его золотая маска была на нем. Почтенная мумия царя была целиком обложена золотом, и его гробы были внутри и снаружи украшены золотом и серебром, которые мы нашли на почтенной мумии этого бога, вместе с его амулетами и драгоценностями, которые были на его шее и его гробах, в которых он покоился. И мы нашли царскую супругу в точно таком же виде. Мы грабили их убранство, которое мы нашли с ними, вещи золота, серебра и бронзы, и мы разделили их между собою. И мы распределили золото, которое мы нашли на этих двух богах от их мумий, амулетов, драгоценностей, гробов на 8 частей. 20 дебенов золота пришлось на каждого. Один дебен – это 90 килограмм приблизительно. И всего 160 дебенов, вовсе не считая в нем в итоге частей убранства. И мы вернулись в Фивы. Спустя несколько дней квартальный города услыхал, что мы грабили на западе города. И он схватил меня, и он заключил меня в служебном помещении главы города. И я взял тогда эти 20 дебенов золота, которые пришлись мне как моя часть, и я отдал их Хаймипету, песцу квартала Гаванин города. И тогда меня отпустили. И я вернулся к моим сообщникам, и они возместили мне мою часть. И я стал вместе с другими грабителями, которые со мной вплоть до сегодняшнего дня по обыкновению грабить гробницы знатных людей земли. Число людей земли так грабит них, и они мои сообщники. Протокол допроса грабителей гробниц XII век до Новой эры. История, которая коснулась, наверное, каждой египетской царской гробницы. В итоге, на рубеже II и I тысячелетия до Новой эры по решению оракула храма богини Муд в Карнаке гробницы были вскрыты. Те, о которых тогда еще жрецы помнили. К сожалению, во время так называемой реставрации, проведенной в храме Рамзеса III в Медене Табу, их ограбили еще раз. Их лишили всего того последнего, что им отдали в последний путь. Но, тем не менее, самое главное, это оставшиеся царские тела. В итоге, вот в этой тайной гробнице, это знаменитый тайник Те-Ти-320, Иванская гробница 320, в скалах, недалеко от храма Хадшипсурда дыр-эль-Бахре, было найдено 37 тел, принцев и принцесс, царей и цариц. Еще один тайник был найден в гробнице Аминхотепа II в долине царей. Это все открытие конца XIX века. Вот в таком простом деревянном гробу, который, судя по портретному сходству, когда-то принадлежал Харымхебу, был похоронен сам Рамзейс Великий. Его мумия сейчас, пока еще, хранится в Египетском музее в Каире, но буквально на днях все основные царские тела будут в специальном кортеже, в процессе перевезены в Фустат на юг Каира в специальный музей Мавзолей, так называемый Национальный музей египетской цивилизации. Потрясающая возможность, уникальная, исключительно характерная для Египта, посмотреть, пусть и на забальзамированное лицо человека, о котором мы знаем так много. Рамзейс II, его отец с удивительным умиротворением на лице. Тутмос IV, умерший очень рано и очень благородное лицо, посмотрите, какое благородное лицо, очень хорошо сохранившись, очень изящное, такое рафинированное, даже проколотые уши, проколотые мочки ушей, если вы внимательно посмотрите, здесь прекрасно видны. Среди 37 тел в Дейр-Аль-Бахре, вот в этом тайнике, в Тите-320, был найден Аминхотеп I. Царь, правивший в XVI веке до новой эры, царь, большую часть решений, за которую принимала его великая мать царица Яхмес-Нефертария, царь, который считался древнеегипетской традицией идеальным. Он немного воевал, но в походы ходил, храмы строил активно, воссоздавал жреческие школы. Судя по всему, его очень любили, то есть он был каким-то отзывшим человеком, насколько это возможно так сказать о фараоне древности, но его очень любили. И дальше это беспрецедентный случай, потому что тело было украшено так живыми цветами, что Гастон Масперо, великий французский археолог, который распеленывал тогда мумий царей Египта, он не стал распеленывать Аминхотепа Первого. Он оставил на нем его погребальную маску. Когда жрецы переместили все тела царей и цариц, ну, часть тела царей и цариц в этот тайник, то ведь это была просто гробница, там не было ничего, ни единого изображения, пещера, по сути, вы только что кадры видели. И тогда на одну ночь там были оставлены Аминхотеп Первый и мать его Яхме Снифертария, святые благодетели, силы которых достаточно для того, чтобы место стало священным. И только после этого, осветив телами, задумайтесь, откуда идет традиция, туда поместили остальные тела предков, те жрецы, которые занимались этими церемониями. Вот таким должен был бы быть святой царь. Мы завершаем с вами тем портретом, с которого начиналась моя история. И я долго думал, а какой вывод сделать из египетской царской власти, на что посмотреть, чего еще коснуться. И я понял, что, наверное, лучший вывод будет не мой, а древнеегипетский. Потому что боги богами, владыки владыками, цари царями, но в царях есть еще и человек. Это были живые земные люди. И несколько царей, которые увидели во время своего правления не столько эпоху процветания, эпоху беды, эпоху междоусобицы, эпоху, когда одни правители уничтожают памятники других. Они оставили после себя такие условные этико-политические завещания. Есть совершенно потрясающий текст, текст, который приписывается одному из царей, царю Ахтою, и он пишет его для своего сына Мерикары, который тоже должен сейчас зайти на престол. Следуя отцам твоим, предкам твоим, создается мудрое знание. Смотри, слова остаются записанными, разворачивай свитки твои, следуй премудрости, ибо тот, кто обучается, станет искусным. Не будь злым, будь доброжелательным, проходит жизнь на земле, не долга она. Процветает тот, кто оставляет о себе память, праведный живет вечно, избегает смерти тот, кто идет вместе с Осирисом подобно свободному, судьи судят и мудрого. Знай, не милостивы они в тот час, когда они выполняют свои обязанности, плохо, когда обвиняют мудреца, не надейся на долгие годы, смотрят они на жизнь, как на один час. Остаются дела после смерти человека, кладут и в кучу рядом с ним, вечность это пребывание там, и глуп тот, кто пренебрегает этим, но тот, кто достоин этого, не делая греха, будет подобен Богу свободно шагающему, как воды к вечности. Заботься о людях пастве Божьей, сотворил он и для них небо и землю по их желанию, уничтожил он мрак вод предвечных, создал он для них воздух, чтобы жили им их носы, это подобие Божье, которые вышли из его тела, восходит он на небо по их желанию, он создал для них растения, скот, птиц, чтобы их питать, он убил врага и уничтожил вражьих детей за их замыслы враждебные, он сотворил свет по их желанию и объезжает на ладье неба, чтобы видеть их, воздвиг он для себя святилище позади них и слышит он оттуда, когда они плачут, он создал для них владыку, как опору, чтобы подержать спину слабого, создал он для них магию более сильную, чем оружие, чтобы отражать то, что может случиться, создал сны днем и ночью, он убивает мятежника среди них, как человек убивает сына своего ради брата, не причиняй страданий, уста мои дают они законы для царя, открой же лицо свое, чтобы возвысился ты, как человек. Что почитать? Моя книга «Вселенная фараонов», не потому что моя, потому что в ней большой блок по царской власти и многое о ритуале, о царских именах и так далее вы там найдете. Дальше огромный список литературы на европейских языках по разным персонам. Я порекомендую отдельно прекрасный сборник «Древнеегипетская царская власть», вот этот «Ancient Egyptian kingship», лейдонский сборник 1995 года, где лучшие ученые писали о разных аспектах царской власти. Он у нас здесь есть в читальном зале библиотеки Волочиной, поэтому на английском языке это никогда, конечно же, не переводилось на русский. Если вам будет любопытно, обязательно его посмотрите. Спасибо вам огромное. Это все. Вы у меня герои сегодня абсолютные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.